Приятно с тобой пообщаться. И как мы уже говорили, перед тем, как я дам Павлу слово, небольшое объявление к вам, господа, мои подписчики. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и, конечно же, рассказать друзьям. Я буду также рад, если вы перейдете по ссылке, которая у нас в описании, и будете задавать нам вопросы во время нашего стрима. Все ваши интересующиеся вопросы, которые у вас возникнут, вы можете адресовать нам. И я прошу вас задавать их, и также приехать по ссылке, которая у нас в описании, это форум Исторический Хист Макс. Не забывайте также о нем. Наш гость просил начать вступительное слово с доклада, и я, пожалуйста, дарую тебе слово. Мы начинаем. Так что сейчас наши зрители напишут, слышат они нас и видят. Хорошо. И мы начнем нашу лекцию. Господа, прошу вас написать, как вам слышно и видно. Спасибо большое. Благодарю вас. Поскольку вы видите нас всех, прошу, Павел, начинай. Итак, еще раз всех приветствую, еще раз представлюсь. Я Лукин Павел Анатольевич, председатель Совета общественной организации Всероссийско-социальное единство. Хочу зачитать доклад, но перед этим напомню, что наша главная цель нашей организации – вернуть государство социального равенства. Потому что великая русская национальная идея – это идея социального равенства. Потому что всегда русские крестьяне мечтали делить барскую землю. Итак, Россия превыше всего. Социально-экономическое неравенство в России неправомощно, преступно и антиморально. У нас единственная страна в мире, где нет права на наследственный капитал. Потому что Россия – это не Германия, не Франция, не Норвегия, не США, не Испания и не Италия, где система капитализма, то есть тот же самый рынок, право частной собственности и право на свободное ценообразование. У нас Россия не относится к странам, где капитал передавался по наследству непрерывно. Та же самая Европа – это капитал наследственных веков, то есть со средних веков. А в СССР весь капитал раскрабили три категории работников. Первое – это директорский корпус, партийный аппарат, которые стали на закрытых заседаниях дербанить общую промышленность. И третье – это госслужащие, вот так называемые государственные служащие. Попробуйте осознать, что они все в наглую захапали общие заводы, газеты, пароходы и сделали их частными, своими. И теперь к теме доклада. Итак, статья партии «Все». Статья партии «Все» – коммунизм. Коммунизм – цель человечества, общество бессмертных странников Вселенной. Итак, для начала определимся с понятийным аппаратом. Потому что коммунизм – это непройденный этап. Это программа идеального общества будущего, общества бессмертных странников Вселенной. И мы его создадим или просто умрем в тупике регресса. Итак, первое. Ложь в обозначении термина «коммунизм». У нас всех из сознания и подсознания, и семантики всех общественных терминов долгие десятилетия выбивают саму идею идеального общества. Ее переводят в прошедшее время. То есть изо дня в день, по всякому поводу и без повода, в книгах, учебниках, фильмах, выступлениях Геббельс, Сванидзе, Радзинского, Новодворских и прочих бастардов от мирового капитала, когда в очередной раз очередная тотально лживая гнойная глиста пытается отпинать и обливать наше прекрасное русское социалистическое прошлое, то настырно и злобно говорят классическую фразу номер один СМИ. «С коммунизмом было покончено». «Коммунизм умер в прежнем коммунистическом мире при коммунизме» или «Памятник коммунистического прошлого». Понимаю, в чем дело. Буржуазным бастардам от мирового капитала надо вбить в сознание народа комплекс поражения, которое вроде бы по их словам потерпело вечная и непобедимая идея построить общество всеобщего счастья, равенства, свободы и братства. При этом эта падаль, которая в обязательном порядке в свое время сдавала в вузах зачеты по марксизму-ленинизму, не может не знать, ведь знает, сволочь, что до 1991 года народ России жил в системе социализма, то есть предшествующей коммунизму формации. А коммунизм просто по идее и программе должен иметь ряд базовых признаков. Отсутствие денег, отсутствие классов, классовое и социальное неравенство, отсутствие государств, так как все человечество станет единой социальной семьей, в которой не будет армии, насилия, болезней, обязательно труда и физической смерти. Итак, всегда помните, это гениальные лживые сатанинские фразы, даже если их произносят какие-то такие истеричные, ангажированные, злобные недотёпы. Но они сформированы умнейшими врагами человечества. Это они владеют мировым капиталом, отнятым у всего народа планеты Земля. А уж сами эти фразы по жесткому плану постоянно внедряются гражданам с целью ненависти к советской России. Но они всего лишь озвучивают сатанинскую ложь, сознательную сатанинскую ложь, и подменяют мировой тезис счастья, идея будущего, переводится в разряд оценок прошлого. Идея достижимого идеала, фронику отжившего. Помните, нам меняют наше сознание. Коммунизм, прежде всего, это естественное желание каждого человека и выраженное лучшими людьми Вселенной, создать идеальное общество тотального изобилия, социальной гармонии, социального равенства и самоуправления. Коммунизм – это очень простая и естественная цель – общество счастья. Итак, Карл Маркс сформулировал фундаментальную мирскую цель человека – стремление к наслаждениям и избавлению от страданий. Вы знаете, мне эта фраза нравится. Гениально, она гениально простая. Но я бы добавил уточнение. Наслаждение самим процессом бытия в условиях принципиально и объективно невозможного страдания во всех его формах. К этим условиям первичного материалистического базиса добавляется возможность безграничного интеллектуального и духовного развития. Это общество сверхгармоничного социально-экономического равенства. Потому что неравенство – это прямое порождение сатаны. Или же это продукт изначальных генетических уродов-мутантов, так как это абсурдный нерациональный принцип неправомощного неравного деления общего достояния Земли. Он невозможен в сознании нормальных людей. В нормальном обществе это исключается принципиально. Ибо только этот инфернальный сатанинский принцип порождает все формы страдания. Напомню вам суть. Идея коммунизма. Что это такое, собственно говоря? Что же... Смотрите. То есть социализм, коммунизм. Первый, кто утвердил социализм, был Бог. Канон Ноя утверждает Землю как общую собственность. Канон Ноя, данный Богом, осуждает рабство и неравенство. Закон Бога, данный людям через Моисея, вот этот божественный закон Ветхий Завет Тора, полностью исключает капитализм. Запрешена в Торе абсолютная рента. Вся собственность, даже благоприобретенная через 70 лет, возвращается к первому пользователю. Запрешен процент на капитал и данное в долг. Процент не просто отрицается, а признается грехом перед Богом и человечеством. За требуемый и взятый процент человека убивали, ну, забивали камнями. То есть все человечество имеет указание от Бога о том, что наилучшая система мироустройства, это система, в основе которой лежит единый никем неочуждаемый бюджет, который создан единым никем неочуждаемым доходом, который в свою очередь создан как результат единого общего труда на всю систему общего хозяйства. То есть первая Конституция Ресавдеп, Республика Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вот это русские православные крестьяне, во главе которых великий крестьянин из Твери Калинин, они вот такую фразу впихнули в Конституцию. Вся земля, все ее недра, и все на ней общественное достояние, и не принадлежит никому. Иисус Христос подтвердил истину о социализме. Он сказал однозначно, я пришел утвердить закон. А про процент добавил, а кто будет просить у вас денег, то не давайте в рост, а просто дайте. Христос отрицает капитал и социальное неравенство. Легче канат продеть в иглу, чем богатый попадет в рай. То есть каждый христианин до скончания века и страшно суда знает, что любой богатый проклят. Каждый христианин знает, что социализм – это цель бога. Апостол Павел, получивший откровение от бога, уточняет весь жизненный уклад, который исключает социальных паразитов. Это администраторы и профессиональные политики. Даже тот, кто пришел в опшину и проповедует бога, не должен с этого кормиться. Как апостол Павел говорил, три дня пусть проповедуют, а после работает. А кто не мантулит, тот и не хавает. То есть система общественного мироустройства есть имущественное равенство. И как сказано в Писании про мир, созданный апостолами, и все имущество было у них общее. Вся христианская Россия знала – земля от бога. Земля не может принадлежать никому, она в общем пользовании. Вся история России – это крестьянские бунты и восстания против неправомощных собственников, отбирающих общий доход. Забудьте про этого Ленина. Вспомните Емельяна Пугачева, вспомните Степана Разина. Их дело не умирало. Их сторонники – это 110 миллионов крестьян, мужиков и 10 миллионов рабочих. Итак, продолжаем. И вот когда эта идея – общество равенства. Можно даже выкинуть термин «коммунизм». Он многим не нравится. Важна сама идея. Вот когда эта идея будет осознана всеми, начнется очень простой процесс общего самоуправления. Общее управление процессом гармонизации планеты. Мгновенно будет достигнуто сверхизобилие. То есть технически это уже возможно. Если мы объединим все промышленные, производственные отрасли, комплексы в единую систему. И у нас будет цель у планеты. Построить коммунизм можно за три минуты. Там вы, я выходим на трибуну ООН и предлагаем всем странам объединиться для вот этой простой цели. Там мы зачитываем доклад общий, что капитализм принес страдания, принес неравенство всему человечеству. И предлагаем всем объединиться. Вот смотрите. Мгновенно. То есть изобилие всего, вот товарное изобилие, убьет биологическую жадность и эгоизм. Ну зачем кому-то завидовать, если у всех все есть? Изобилие всего убьет зависть, ненависть, страх бедности. Вот знаете главная причина богатого человека? Богатый человек боится бедности. У него подсознательно вот эта боязнь голода. Вот почему он нажирается? У него вот страх вот этого голода. Изобилие всего сделает ненужным идею власти. Зачем? Власть, которая насилием охраняет и сохраняет неравный раздел. То есть на первом этапе в человеческом обществе еще сохранится психоэмоциональное различие. Ну, которое хорошо выражено в соционике, в астрологии. Там различия в физических, этно-региональных типах. Далее, когда геноинженерия достигнет совершенства, люди будут создавать себя в соответствии с индивидуальным или искусствоведческим идеалом. Исчезнут болезни, старческая дряхлость. Люди будут совершенны. Завершающий этап развития человечества это обретение методики сохранения неограниченного во времени индивидуального существования физического тела. А значит, неограниченное во времени нашего сознания, нашего теперь уже бессмертного «я». Человек вначале обретет единство со своим вневременным планом бытия, о котором говорят мистики, эзотерики, собственно говоря, ну, кто у нас об этом? Йоги говорят об этом у нас. У любой религии, это же вот и есть в сути религии, вот бессмертная какая-то сущность, которая внутри нас, там, душа, там, как угодно. И после человек обретет вот единство этого бессмертия, единство бессмертия физическое, и вот это вечное начало единства. Смотрите, а это в любом случае надо сделать, потому что первым этапом этого процесса создания всеобщего социального равенства через создание всеобщего изобилия предметов потребления надо принять идею итальянских левых периода Великого Маринетти. Мне, кстати, очень нравится. Необходимо создать идеальный предмет потребления. Это в любом случае необходимо сделать, учитывая факт неизбежного сокращения минерального сырья и энергоносителей. Посмотрите, освобождение труда. По изгнанию из рая человеку в наказание был дан труд, как проклятие Бога за первородный грех. Труд – это основной, естественный, базовый источник страдания, который должен быть уничтожен. Вначале тяжелый труд, после монотонный, а после уже труд останется как форма свободного волеизъявления и как форма творчества, где объектом творчества будет окружайший мир. Этого очень просто добиться. Надо только помнить, что уже на первом этапе, который называется социализм, цель труда всего общества была удовлетворение потребностей. Второе, об этом говорили еще итальянские леваки, в начале века для освобождения труда нужно создать идеальную вещь. Смотрите, это легко достижимо в социализме. Капитализм именно в базовом целеполагании объективно враждебен социализму и человечеству. Именно в отсутствии конечной цели. Ну капитализм, ну рыночная экономика. А цель-то какая? Дальше что? Ну все нажрались, все натрахались, извините меня. А дальше-то что? Вот дурная бесконечность капиталистической труда задана в самой системе товаро-денежных отношений. Где цель труда это обмен предмета на деньги. Предмет деньги. Социализм в конечном итоге, создав какую-то идеальную вещь, вот например, вот идеальная ложка, вот идеальная ложка, да, которая не ломается. И мы прекращаем производство ложек. Зачем нам производить, если у всех уже есть эта дурацкая ложка? То есть начнется освобождение человека от труда. Так как больше не нужно будет поддерживать планетарными ресурсами вот это бесконечное воспроизводство сознательно портившихся предметов. Ну вы же понимаете, что поломка, она уже заложена в предмет потребления, который вы купите. Он уже сломается, этот телефон, который вы купите. Чтобы потом вы выбросили его и пошли дальше работать, купили себе новый, он снова сломается. Бесконечно, бесконечно, бесконечно. Вот как колеса сансары. То есть, собственно говоря, мы просто освободим человека от этой бессмысленности бытия вновь и вновь создавать сковородку и табуретку. Но это же абсурд. То есть капитализм, как структура, живет не целью обеспечить товарами человека, после чего можно остановиться. Все, отдохнем, ребята. Отдохнуть в своем человечестве? Нет. Вот человек в естественном состоянии имеет очень легко познаваемые потребности. Но то общество, СССР, оно пришло к идее упорядочить, если не стандартизировать, формы потребления и объекты потребления. Четкие параметры и объем предметов потребления позволил начать процесс удешевления производства, сокращения труда затрат. Но главное, позволил постоянно улучшать качество предметов потребления. Социализм подходил к идеальным вещам. Вот эта идея. Кстати, возможно, СССР уничтожили. Ну ладно, вот поэтому. Общемировое и общероссийское производство, а по сути бесконечное воспроизводство уничтожаемых процессов потребления вещей, начнет неизбежно сокращаться. И это неизбежно будет сопровождаться отмиранием товарного обмена. Итак, наступит полное насыщение всем, всех и каждого. Это и есть смерть рыночной экономики, смерть сатаны. Абсурд бесконечного производства предметов для обмена, а не для потребления. Капитализм живет не целью социализма обеспечить товарами человека, после чего все, останавливаемся. Базовым побудительным мотивом дурной бесконечности труда при капитализме является проклятый процент на капитал. Процент на данное в долг. Это общественный, саморазрушающий принцип, он абсурден и преступен. Прежде всего, он крайне нерационален. Вот смотрите, допустим, один человек берет в долг у другого тысячу шекелей. Вот я на простом примере. Тысячу шекелей, купил на них тысячу мер зерна. Так как один шекель стоит одну меру зерна, а отдавать человек должен тысяча плюс 500, тысяча пятьсот должен отдать шекелей. И оказывается, что эти несуществующие 500 паразитарных, ниоткуда взявшихся шекелей стоят реальные 500 мер зерна. Но зерна-то больше нет. У нас этого зерна нету. Или его надо вырастить. Намного больше, чем в нем есть потребность. Но главное, право одного человека покупать на эти 500 условных шекелей реальные предметы. Процент, вот я даже помогу сейчас сторонникам рыночной экономики, процент, он убивает даже капиталистическую идею равенства цены и объема тех товаров, которые в товароденежном обороте вот один человек у другого может купить. Без вот этого несуществующего, вброшенного, как бы идея вброшенная, вброшенного процента в уже существующий оборот цены и объем товара, это бы все было стабилизировано практикой общего товара денежного обмена. Но с каждой операцией банк создает и вбрасывает в мир, вот вбрасывает в мир людей никому не нужны вот эти несуществующие деньги. Их нету, которые с каждой операцией уничтожают прежний ценовой паритет. Но ведь эта заданная банком постоянная неизбежная инфляция требует уже реального роста объема предметов потребления. А это уже объективно невозможно. Все создано. То есть процент на данный в долг это преступление против морали человечества. Это преступление против существа, существования человечества. Процент и сам частный банк должны быть немедленно уничтожены. Это даже в интересах капитализма. Потому что без паразитарного процента деньги были бы предметом удобного дробленного обмена. А с заброшенными процентами, которых нету, цена уже не стоимость товара, то есть объем труда плюс сырье. Это условность зависимая от объема денег. То есть неравенство концентрирует эти деньги у неправомощного собственника денег. А зная историю России это вообще антиморально абсолютно. Всю историю человечества необходимо было постоянно наращивать производственные мощности и производить новые предметы потребления, которые постепенно превращались в безличностные предметы товара-денежных отношений. Постоянный абсолютный капитал, как прибавочный продукт поля природы, это зерно и мясо. Он был и есть базовым предметом первичного обмена. Вот начинают говорить, вот нефть, у нас нефть есть. Ребята, деньги это еда в первую очередь. Вот не пожрешь, ты сдохнешь. Вот ты не поешь, ты умрешь. Кончайте вот эту игру с нефтью. Нефть ее в рот не положишь. Смотрите, это единственная неизменяемая сфера в силу жесткого заданного природой урожайного объема. Это было неплохо или, скажем, условно допустимо в период начального индустриального развития. Но наступила предсказанная Маринетти на начало 21 века остановка всего промышленного и экономического роста. Это насыщение и заполнение промышленного и экономического пространства. Уже все создано, уже все у всех есть. Компьютер уже создан, телевизор уже создан, табуретка уже создана. И вот этот мир это в мире людей-баринов, ограбивших народ и приданных барину-халуев средний класс, которые живут на условные паразитарные деньги начнется общий мировой застой и кризис. А вот параллельно вот они, мы, параллельно живут миллиарды людей, у которых нет и не будет реальных денег. Их цель каждодневная необходимость в еде. Социализм не нуждался в увеличении товаров и денег. При социализме Россия 1918-88 был единый общий банк, куда и уходил избыток денег, а сам процент был достаточно условным, стимулирующим фактором, который не оказывал влияние на советскую цену. Цены определял государственный комитет ценообразования, а все получали зарплату по штатному расписанию. Вся социальная сфера была общая и бесплатная. Объем товаров соответствовал выданным деньгам. Личные деньги русские люди тратили на еду, упорядоченную в своем общесозданном объеме. Вот самое страшное. Капитализм не освобождает от труда. Капитализм должен производить товары, товары нужны для обмена их на деньги. Ну, капитализм, он не то, что он плохой, потому что он капитализм. Он нам ничего не дает того, чего мы хотим. Вот общего равенства, общего благополучия. Ну, он не может этого дать. Он может для одного процента это дать. Товары у них, у элиты, у них уже коммунизм, как бы, вот это общая насыщение у них, это уже давно есть. А мы будем на них всю жизнь потрачить. Смотрите, товары, товары, предметы условны, а деньги не эквивалент труда и товаров. Они уже сами по себе основной предмет потребления. Человек после производства чего-то, неважно чего, и неважно кому это нужно, уже сам через другие социальные структуры, которые ему позволил создать барин. Создает систему жизнеобеспечения за свои же деньги, который с него выдрал барин в виде налогов со своей же зарплаты, которые ему отдал другой барин. Но даже обеспечив себя на каком-то этапе, невозможно остановиться. Вот чем проблема-то. Так как все решает деньги, которые возникают от дурной бесконечности рыночного производства товаров и денег. В капитализме невозможно просто раздать зерно на руки людям, если его будет мало, а у людей не будет денег. Вот помните, период Великой Депрессии. Зерно сжигали в топках ТЭС, чтобы поднять цены, потому что настолько много было этого зерна, можно было уже просто отдавать его бесплатно. Очень много было, его стали сжигать, чтобы не отдать людям. Вот это капитализм. Но уже нечего и некому продать, все есть, есть предел производства еды. Вот смотрите, загнивающий капитализм. То, что это странная сатанинская система, я докажу на одном элементарном примере. Вот сейчас оператор должен показать Volkswagen Juke. Будет сделано. Volkswagen Juke. Ага. Значит, я пока что говорю, вы там показываете. В Германии Фердинадом Порше был создан практически идеальный деловой автомобиль с мотором воздушного охлаждения. Это, по сути, коммунистический автомобиль. Он уже выражал идею идеальной вещи. Он должен был съесть все образцы в этом классе. Дальше, если вам несложно, покажите этот джип Виллис, образца 41-го года, что вам кинул вот этот джип, который, я надеюсь, вам сейчас покажут, это идеальная модель для сельской местности. Больше искать было нечего. Это идеальная коммунистическая модель. Вот сейчас надо вернуться к предыдущему автомобиль Жук. Ну и что? А ничего. Когда количество вот этих Жуков перевалило за 30 миллионов, кто-то резко так взялся за голову, сообразил, что летит к черту идея дурной бесконечности капиталистической труда. Надо закрывать все остальные автофирмы в этом классе и просто начать раздавать эти автомобили бесплатно. На-то шучу, конечно. И Жук исчез. Жук вот резко исчез. Беличайшая тайна. Прекрашение производства этого Жука, которых хотели купить миллиарды людей. Просто взять и купить, и что больше не покупать. И так во всем. В годы, например, вот в 70-е настоящие джинсы от фирмы были вечные. А сейчас один сезон активной носки и они все, но вы покупаете. Если вы тогда покупали фирменную аппаратуру, сейчас прошу показать вот это радио магнитола, что я вам кинул, то что эта аппаратура, она была фирменная. Она была фирменная и она была просто феноменальна по своим параметрам и долговечности. А то у моего знакомого стоит простая мономагнитола Philips, вот вам сейчас покажут ее, 1984 года. Там можно микшировать запись с радио, микрофон, плюс другой вход, счетчик ленты с памятью, два динамика с великолепной полосой звука. Там чувствительность и избирательность приемника просто не имеет современных аналогов. Вот в ниггербоксе SoundMation Philips 80-х, то что вам сейчас показывают, выходные параметры сейчас может продублировать только дорогая аудиосистема типа Morons. Значит, можете пока что убрать эту иллюстрацию. В те годы можно было купить телевизор Sony с гарантией 50 лет. Вот эта долговечность предметов была уничтожена. Современный капитализм уже вынужден работать над неоправданным разнообразием формы однотипных изделий и планировать сокращение сроков потребления базовой модели. Но беда капитализма даже не в том, что он как система не освободит от труда человека. А ресурсы планеты не безграничны. Если человечество не освободится от дурной рыночной бесконечности, то в космос придется лететь не на поиск братьев по разуму, а за досками, кирпичами или швеллерами, которые будут делать на фабриках Альфа-Центавры, куда полуфабрикаты будут завозить с планет из созвездия Лебедя. Это не шутка, кстати. И когда вам показывают космический Голливуд-ужастики по добычу руды в другой галактике или про перевозку триллионов долларов на космических кораблях, не считайте это паранойей. Паранойя это сам капитализм, в котором нет цели, кроме производства денег. Современный капитализм уже работает над уничтожением своих же разнообразных форм, своих же предметов и сокращением сроков потребления базовой модели. Посмотрите на те же компьютеры, бесконечно сменяемые, давно уже созданные типы телефонов и автомобилей. Все уже давно создано. Но вывод, капитализм не сможет освободить от труда. И он должен концентрировать капитал и создавать контрастное неравенство. Посмотрите, теперь наше предложение, партия всем. Куда вы, надеюсь, ступите? Вот смотрите, равенство, сверхразвитие, счастье, бесконечность, бессмертие, космос. Совершенное общество, состоящее из совершенных людей, удовлетворив подсознательное стремление к сверхпотреблению, через создание общества, сверхизобилия и безграничных возможностей, освободится от порожденного первородным грехом проклятия труда, денег, неравенства, страданий и смерти. Обретя бессмертие, человечество уйдет бесконечный полет в космос на поиск братьев по разуму. Но в конце концов, что еще делать-то? То есть цель коммуниста это познание вселенной. И по скриптум, когда вам изо дня в день, с экранов ТВ, со страниц с газет, с Ютуба, из динамиков радио, сатана вбивает в уши целый блок вот этих кувалда-слоганов, суть которых с коммунизмом покончена, относитесь к этому с иронией. Их цель одна, подменить понятие, относящиеся к будущему на преданный ими же прошлый социалистический период. Это же они предали свою страну, они предали свою родину. Кто такой Путин? Это же КГБ, он должен был защищать социализм. Путин. Он уже 20 лет президент капиталистической страны. Кто такой Ельцин? Это вот послушайте там выступление Ельцина. Мы там за ленинизм, передовой отряд, авангард трудящегося класса. Мы стремимся воплотить идеи Ленина. А потом бац и начинают дербанить заводы, газеты, пароходы. Ельцин, Потанин, Дерипаска, Ротенберг, Абрамович, вот эти все миллиардеры наши. Откуда они вышли-то? Они вышли с той самой коммунистической партии Советского Союза. Но главное создать отрицательный фон в вашем сознании, заставить вас отказаться от реставрации социализма и загнать вас в бесконечный и метафизический бесцельный конвейер капиталистического производства товаров и денег. И главное не дать понять, что коммунизм это самая прекрасная модель общества будущего. Коммунизм это общество бессмертных странников вселенной. Вот они не должны дать вам это понять, не дать вам проснуться. Вот это в чем особенность капитализма? Вот именно в плане культуры. он создает такой общий фон. Общий фон каких-то обсуждений бессмысленных понятное дело. Какие-то шуточки, вот этот юмор, постебушечки, смехуёчки, пиздахахоньки. И главное отвлечь от сути. Вот что это капитализм, мы рабы баринов-хозяинов пожизненные, мы рабы мирового капитала. Отвлечь нас. Вот там иди это посмотри Дом-2 например, или Комедиклаб, или иди там на баб посмотри голых. Вот отвлечь нас от сути. Отвлечь нас от сути. То есть, чтобы мы обсуждали хоть что там цвет трусов Трампа, сколько президент Путин раз отжимается. Вот эти бесконечные темы для обсуждения, их выдумывают искусственно, чтобы мы забыли про суть восстановления равенства или построения коммунизма, вот хотя бы что-то. Вот это я хотел напомнить на данном этапе. То есть все, я в общем-то доклад, то есть Россия превыше всего. Я надеюсь, что русский народ вспомнит про идею общества бессмертных странников вселенной. Я надеюсь, что у людей что-то ну хрюпнет, хряпнет в голове и люди начнут строить идеальное общество. То есть можно это назвать не коммунизмом. Зачем? Но если вам не нравится коммунизм этот термин, вот это греческий термин такой христианский, ну выкиньте его, стройте хотя бы общество бессмертных странников вселенной. Стройте общество счастья. Вот знаете, с чего я офигеваю сам? Это так уже личные размышления. Вот эти люди в 87 году вот Верховный Совет ввел хозрасчет самоокупаемость и самофинансирование. В переводе на русский капитализм. То есть они забрали заводы, газеты, пароходы. Ну казалось бы, ну хорошо, уничтожили вы Советский Союз. Ну так стройте сами вот прекрасное, идеальное общество. Ну хорошо, коммунизм, Советский Союз дерьмо, дерьмо, да хорошо, дерьмо. Так постройте не дерьмо, постройте что-то идеальное. Они этого не смогли сделать. Они вернули народ в нишету, в полнейшую нишету. То есть Советский Союз в 87 году сдавалось 30 тысяч бесплатных квартир в день. Почему? А мы просто взяли, объединили всю систему строительства и у нас появились деньги. Потому что никто не отжимал эти деньги, никто их не хапал. Они были в общей копилке, в общей системе. Все работали на систему общего бюджета. И поэтому мы смогли развиваться. Дело не в Марксе, Ленине. Мне, знаете, Маркс не нравится, например. Мне Ленин не нравится. Я могу привести много причин, что Ленин враг Советской России. Это другой разговор. Но вопрос в другом заключается. Будущее человечество. Ведь человечество не строит никакое общество. У человечества нет цели на данном этапе. И вот как раз моя задача, историческая цель. Вот возможно я реинкарнация Михаила Калинина или Федосеева вернуть ваши тыквы идею какой-то цели, какой-то задачи, ради которой все будут трудиться. Четко выразить эту задачу в количественных показателях. Сколько у людей должно быть, например, квадратных метров площади? Сколько у людей должно быть еды? Какая еда должна быть у людей? И стремиться к этим базовым параметрам. Вот всего, что я предлагаю. А ведь, ребята, а это уже все давно было. Вот это все уже давно было. Вот вспомните, например, Советский Союз. Вот это несчастная Академия Наук Советского Союза. А там уже все вывели, ребята. Там уже вывели оптимальные нормы жизни человека. Вот, например, смотрите. Сейчас вам прочитаю. Вот что такое жизнь человека вообще? Вот как она должна быть, как она должна выглядеть? Вот смотрите, Академия Медицинских Наук в 1984 году написала свод норм оптимальной жизни. Эти рекомендации всегда будут, если вы русские националисты, вы себя националистами считаете, слушайте. Вот эти рекомендации всегда будут базовой оценкой социальной системы. В рацион каждого гражданина, это там они посчитали, должно входить оптимально 120-150 килограммов фрукт, овощей, вот эти продукты теплого тропического пояса земли. В России они не растут. То есть их нужно либо закупать, либо менять климат. Вот это наша программа как раз. Смотрите дальше. Значит, по белковым продуктам Россия должна войти в пять стран-лидеров. В постоянной доступности потребления в России должно быть произведено или закуплено на одного человека в год рыба 30 килограмм, мясо 112 килограмм, яйца 330 штук, молоко 425 килограмм. Вот эти нормы, они должны быть приняты, приняты для обеспечения физической гармонии и целостного развития русского человека. Вот если мы за русскую нацию, так давайте из русской нации сделаем нацию сверхлюдей. Но главная основа жизни это питание, все-таки питание. Поэтому нужно вот все эти параметры применить. Вот допустим, смотрите, вот что наша программа предлагает. Вот в данный момент Россия в очень страшном положении, в очень страшном положении. Потому что нужно немедленно остановить действия системы управления экономикой страны Российской Федерации. Русский народ падает в ожидаемую и неизбежную социально-экономическую катастрофу. Впереди смерть. На данный момент ситуация в России это результат исторического и экономического самообмана. Слушайте, я до сих пор думаю, что те, кто восстановили капитализм, это не мразь, это не сволочь, это не враги, это не враги человечества, мне кажется, они сами дураки были. Они не поняли, что Маркс объясняет, что в России этот капитализм невозможен в силу климата, ну нету здесь абсолютно капитала, ну нету здесь прибавочных продуктов поля природы, наш урожайный период он очень непредсказуем вот наш урожай российский. И чтобы нам всех прокормить, у нас капитализм не получится. Нам придется все равно объединить единую систему. Можете это социализм называть, батулизм, сифилизм, коммунизм, как хотите. Вопрос выживания русской нации. То есть понимать в чем дело. Восстановление рынка свободное ценообразование было некомпетентной экономической ошибкой. В России непродуктивный ценовой либерализм собственника невозможен геоботаническим. Об этом предупреждал тот самый Карл Мырло, Карл Маркс в 19 веке. Об этом предупреждает и призывает моя задача. Моя задача опередить процесс обнижения и вымирания страны. Остановитесь, ребята. У вас в перспективе голод. Потому что вся еда в ваших магазинах привозная. Ребята, вас уже 30 лет кормят бесплатно Запад, Европа. Зачем они это делают? Я не знаю. Вам бесплатно приводят электротехнику, вам компьютер сюда привозят, вам привозят сюда все виды еды, овощи, фрукты. Вас весь мир кормит, уже у России никто кровь не покупает, потому что у русского человека нету здоровой крови. Вся кровь в Россию возится из других стран, между прочим. Русские снова выродились, это царская Россия. Средняя продолжительность жизни 33 года, средний рост 150 сантиметров. Мы идем к Российской империи, ребята, вы понимаете перспективу-то. Смотрите, капитализм в России по природе страны невозможен. Нет и не будет абсолютно капитала. Прибавочный продукт поля это суть денег, это основа товарооборота. В России не могло, не было и не будут производителей денег. И потому не могло быть покупателя предметов промышленного производства. Почему 80 тысяч заводов уничтожено за последние 30 лет капитализма? А никто не будет покупать у этих заводов ничего. Раньше вот эта техника 500 тысяч в год тракторов производилась. Эти трактора в СССР шли бесплатно на поля, их никто не покупал. Цены были условностью при социализме. А как только мы положили реальные цены на эти товары, сразу сдохли заводы, сдохли фабрики, сдохли предприятия, потому что никто не может купить эти трактора. У людей нет денег, в России нету, конечно, покупателя. Итак, царская Россия к 1916 году была низшая, вымирающая неэлитическая страна, без национальной промышленности, все заводы иностранные, с водочным бюджетом, то есть наполнение бюджета это водка, проигранная война, возраст смерти 30 лет, с глиняными хатами по Москве, с массовым авитаминозом, с сифилисом, цингой, вымиранием, туберкулезом. Почему авитаминоз-то? Почему люди, вот знаете, какая реклама была, вот ее убрали, кстати, там, знаете, каждый второй человек после чистки зубов плюется кровью. Вы хоть поняли, что это такое? У людей цинга, у людей авитаминоз, у них нету витаминов. И никто не подумал, когда восстанавливает капитализм, что люди не могут купить себе витамины. Это все людям привозилось из других стран единая система, Госплан, Госкомцен, Госкомтруд, Планово-бюджетная комиссия. Это все просчитывалось. Вот смотрите, суицидальный акт реставрации либерализма. Через парализацию Государственного комитета ценообразования, спасибо скажите Чубайсу, в общем-то, спасибо скажите Ельцину. Они утвердили право на утверждение добавленной стоимости. То есть, раньше все было бесплатно, а теперь на каждом этапе производства до готового изделия от сырья это все пошло бесплатно. А теперь на каждом этапе вот этого производства товара, конечного товара, появились собственники. Они стали свои цены назначать. Все рухнуло. Моментально все рухнуло. Потому что это ведет право на свободное ценообразование. Оно ведет к поэтапному и неизбежному кризису всех сфер экономики. До полного краха постсоветского товарооборота. И краху общенационального материального производства. Россия повторила историю краха царской империи. В СССР, как и в России, не могло и не было избытка абсолютно капитала. Даже вот карта СССР, из чего формируется биомасса растений, фар, фотосинтетическая активная радиация. Вот это солнце, это космос дает. А у нас этой территории вот там 2-3 процента. Вот это Казахстан, самый лучший территорий, там это Туркменистан, Узбекистан, Армения, Грузия. Ну там юг Украины. Все. Больше эта территория, она ужасна в плане сельского хозяйства. Здесь ничего не растет. И как только мы выкидываем, вот Ельцин, суверенитет, суверенитет, Борис Николаевич. Они отказались от этих территорий, Узбекистан, Туркменистан. Все. Остался Российская Федерация, обрезанная по ноге и по жопу. Вот посмотрите на карту свою. Самые лучшие территории, мы их лишились. Посмотрите, абсолютно капитала здесь нету. Следовательно, здесь не было избытка массового покупателя, огромного по объему промышленных продуктов СССР. В России геоснова денег, это рожь и ячмень. И это не учли организаторы перестройки, вот эти творцы перестройки. Смотрите, восстановление частной собственности уничтожило возможность экономического развития в силу изъятия денег из общего оборота в стране, где нет основного покупателя. В Америке основной покупатель это производитель, это фермер. Он производит еду, тонны кукурузы. Он сам и покупает у себя кукурузу. Он сам на эти деньги строит себе заводы, газеты, пароходы. А в России это все создалось схему неизбежного национального самоуничтожения. Эту систему необходимо ликвидировать и воссоздать систему экономического баланса и развития. Итак, мы в преддверии ада, национальной катастрофы, тотального обнишания, вырождения и вымирания русской нации. Мы в преддверии неизбежности и полного краха бюджета, вот этот дефицит, он уже начался, кстати, всеобщей социальной сферы и общей деградации социума. Мы жертвы перспективы полной бездоходности и паралича промышленности, строительства, логистики и торговли как результат тотальной покупательной нищеты народа, что было предсказано Карлом Марксом и Маринетти, нищета и минимальной паразитарной прослойки населения. Вот эти 1100 городов там же весь бизнес сдох и заводы начнут вымирать без полностью привозных в Россию пешевых продуктов и отсутствия денег для покупки подорожавшей еды. Поэтапно становится теплообеспечение, водоотвод дерьма, водоподача, электричество. Исчезнут сотрудники социальной сферы, сотрудники полиции и бандиты. Начнется массовое самоубийство пожилых людей, умирающих от голода и болезни. Грядет исход в крупные города. Массовое мародерство, бои с крестьянами за картошку и возродится традиционное русское людоедство. Повторив опыт Поволжской катастрофы 21-22 года. Это знаете самая страшная катастрофа геоклиматическая была. Там 15 миллионов человек сдохли просто. В преддверии гражданской войны и смерти Россия как государство. Всем надо осознать необходимость уничтожить этот маразм воссозданный из ада через реформы 1987-88 91-93 мы предлагаем немедленно принять программу восстановления системы самого рационального мироустройства России 1918-87 это система упорядоченного счастья общего социального равенства и прогресса. Это единая неразделенная система всенародного невычленяемого лично никем общего хозяйства. Суть которой единый никем неочуждаемый бюджет. Почему именно так? Россия сможет развиваться и выживать только объединив все усилия весь урожай который здесь есть все средства производства все заводы газеты пароходы все предприятия всю промышленность когда мы объединим в общий бюджет мы снова сможем развиваться. Я понимаю наши зрители в этой связи тоже хотят задать вопросы и если позволишь я полагаю что эта мысль была действительно доведена до логического конца и наши зрители в момент нашего разговора решили поинтересоваться я прочту этот вопрос который прозвучал у наших зрителей Павел вы говорите что все имущество должно быть общим но не все же люди могут быть достойны этого имущества начнем сначала я все же объясняю про климат России я говорю что здесь невозможна рыночная экономика не потому что я так хочу это климат России климат России вот это очень малая урожайность поля у нас 140 безморозных дней у нас всего лишь 50 безоблачных дней здесь не растет еда то есть Россия может выжить только объединив все только объединив все средства производства весь урожай все усилия вот только тогда когда мы выкинем рыночную экономику вернем государственный комитет ценообразования единый орган страны который определяет цены не барин хозяин который владеет общим имуществом и распределяет цены сам ставит свои цены а когда это будет единый орган когда будет система заработной платы по штатному расписанию от государственный комитет труда заработной платы когда мы сконцентрируем общий капитал и мы будем им управлять через единый банк куда будет переводиться общая прибыль единый неочуждаемый бюджет вот тогда мы сможем развиваться потому что в данный момент у России очень плохие перспективы я говорю голод он в любой момент может начаться я же говорю все привозное вся еда привозная как только Америка прекратит сюда еду завозить все сдохнут ну не сдохнут только жители деревень потому что там они как бы ну выращивают какую-то еду еще а жители городов они сдохнут в числе зол которые были сказаны во время доклада упоминался судный процент наши зрители интересуются попытки уничтожения судного процента всегда приводили к тому что он возвращался в еще более уродливом виде будь то грабительские расставщичества или спекулянты в СССР понимать в чем дело я же говорю вот процент когда мы возвращаемся к этому несчастному проценту процент он в чем плохо там я же говорю это общественный разрушающий принцип потому что он предполагает создание несуществующих предметов потребления вот самая проблема в чем потому что когда берут один человек у друга берет в долг он берет какую-то сумму в долг и он еще должен поверх этого заплатить еще какую-то сумму вот я приводил пример один человек берет другого тысячу шекелей купил он на них тысячу мер зерна вот один шекель стоит одну меру зерна отдавать он должен 1500 шекелей и придется 500 мер зерна настоящий создать понимать в чем дело а их нету он придумал эти 500 шекелей но дело не в том что это в теории так работает дело в том что на практике как правило люди ищут наиболее выгодный способ для себя и они корыстолюбивы поэтому появляется в условиях когда мы пытаемся уничтожить судный процент еще более зверская форма подпольного судного процента спекулянтов на черном рынке и людей которые пытаются вывести товар или привезти его наоборот в страну совершенно вне закона не приведет ли это к росту преступности контрабанды понимать в чем дело я всегда рассматриваю фундаментальный вопрос я не отвлекаюсь на мелочи я говорю общую систему с каждой операцией банк создает и бросает в мир людей ненужные вот эти артериальные деньги эти деньги уничтожают прежний ценовой паритет вот это в чем проблема это заданная банком постоянная инфляция и нам придется реально повышать рост объема предметов потребления люди должны больше работать больше зачем они должны больше работать потому что кто-то вот этот процент себе сделал и человек больше отдает чем он должен я рассматриваю всю жизнь и обеспечение а вот эти мелочи вот там преступность но это конкретный вопрос преступности решают министерство внутренних дел я все же говорю про фундамент что это уничтожает экономику это уничтожает это вообще вот сатана придумал процент это война против человечества вот этот процент о чем проблема это преступление против человека преступление против морали человека потому что банк вот этот банк он создает паразитарный процент кто-то придумал этот процент и кто-то будет больше работать больше пахать больше мантулить потому что нужно создать то чего не было то чего не существует вот эти артериальные деньги которые вбрасывают в мир о чем проблема-то Я говорю фундаментальную истину. А вот такой вопрос, да бросьте этот вопрос. Понимаю. Нас спрашивают, как ты относишься к современным коммунистическим партиям, которые так себе подают? Коммунисты России, КПРФ и прочие. Понимаю, в чем дело. Это все, вот была такая гениальная в 90-е деятельница политическая, политический руководитель Татьяна Михайловна Хабарова. Вот у нее, она была лидером движения граждан за восстановление СССР, граждан СССР. Они как раз придумали такой термин, я все время употребляю, партия имитатор. Партия имитатор, это и есть наши все современные левые партии. Они не собираются строить коммунизм, потому что у них в программе, вот ни одной партии, кроме партии все, нету самого простого. Хотите восстановить СССР? Хотим, 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 хотим. Давайте его восстановим. Что начнем восстанавливать? Структуру. То есть вернем народное хозяйство. А что такое народное хозяйство? Это министерство. Это вот эта система, социальные институты по управлению общим доходом, общим бюджетом. То есть нам надо вернуть госплан, планово-бюджетную комиссию, комитет ценообразования, комитет зарплат по штатному расписанию. Но давайте их вернем. Ребята, хотите, хотим, так возвращайте. А у них нигде не пишется про восстановление министерств. Самое простое, министерство вернем. Они про это не пишут. То есть уже очевидно, что эти люди не собираются ни социализм строить, ни коммунизм они не собираются строить. О чем проблема всех этих партий? Наша проблема. Все эти партии создавались уже на фундаменте КПСС. То есть в 90-е там были разные вот эти направления. Демократическое направление КПСС. Там вот эти блок, как их звать-то, блок сталинистов, блок вот этих ленинистов, блок вот всяких этих консервативных движений. И когда КПСС уничтожили, они все быстренько собрались и объединили эти партии. То есть на начальном этапе, когда люди поняли, что у нас забрали наше государство, люди хотели резко объединиться, резко вступить в партию. Не хотим мы этого рыночного обнишения, не хотим мы этого вымирания при капитализме. Дайте нам обратно Советский Союз. Люди резко начали бегать, искать, куда вступать, что делать. И на этот момент нужно было придумать миллион вот этих отвлекух. Отвлекухи эти партии, чтобы люди туда вступили, ходили 30 лет на митинги, там 30 лет махали флажками красными, 30 лет кричали Сталин, Ленин, Энгельс, Маркс. А суть-то какая? Войти в Госдуму и восстановить министерство, народное хозяйство. Но они-то этого не сделали. А следовательно мы делаем вывод, что это все имитаторы. Это все всего лишь иллюзия. Вот они создают иллюзию какой-то революционной такой оппозиции. Оппозиции нет у России. Любая партия, если вы прочтете программу, она утверждает рыночную экономику. То есть капитализм, социальное неравенство. Вот в чем основа-то, ребята. То есть забудьте про эти все РРП, вот эти Тюлькины, Бузгалины. Там мой знакомый в 90-е проходил все эти партии. Там новая, это как и называется, другая Россия, национал-большевики. Все это имитаторы. Они не будут строить социализм, не будут строить коммунизм. Они всего лишь созданы для отвлекухи массовой. Понимаю. Наш зритель спрашивает. Он просит рассказать о вступлении ВКонтакте с Верховной Сущностью летом 2019 года. Может быть, это факт из твоей биографии. Но ты мог бы рассказать поподробнее? Да нет, понимаю, в чем дело. Вот параллельно с нами, параллельно с нами. Это Верховное Существо, оно вступило в контакт с тобой, верно? Нет, погоди, в чем дело. Есть понятие йога. Есть понятие мистику. Есть понятие эзотерии. То есть существуют другие состояния сознания. Другие сверхсостояния. Про это тысячу лет пишут йоги. То есть надо медитировать. Надо концентрироваться. Надо выходить на другой уровень сознания. Это все давно написано, про это все известно. Свой там какой-то религиозный опыт человек может приобрести. То есть в чем основа йоги? Вот что нам не говорят-то про йогу? В чем основа? То, что йога, в первую очередь, это не какая-то гимнастика, как нам пытаются представить. Там медитирует человек, что-то там прыгает, бегает. Нет. Йога, в первую очередь, говорит о многоплановости человека. Что у человека есть ментальный, астральный план, атмический план. Что человек, он после своей смерти тела, он не умирает. Какая-то бессмертная сущность, она остается. Вот что от нас скрывает. А ты сам веришь в это? Я хочу уточнить. Ты сам веришь в это? Понимаю, в чем дело. Понимаю, в чем дело. Термин вера, он довольно абсурден. Если есть медитативная практика, человек может ей заниматься. И сам все проверить. То есть, грубо говоря, тебе интересен твой внутренний... Я понимаю. Мне интересно просто твое личное впечатление, твой личный взгляд. Как ты к этому относишься? Ну, я, собственно говоря, я медитировал. Я практикую медитацию. В этом ничего плохого не вижу. И могу вам так сказать. Вот лично, по моему мнению, человек, он не умирает после смерти своего тела. Остается вот эта тушность. Вот об этом и говорят йога. От нас скрывает йогу. Вот вы сейчас посмотрите на ютубе. Йога, медитация. Нам будут говорить гимнастику в первую очередь. Гимнастику. А гимнастика вообще здесь ни при чем. Вопрос в позах, вопрос в асанах. Но цель высшая – освободиться от этого мира и познавать свою бессмертную природу. Вот что от нас скрывают. Об этом перестали говорить. Нам очень... Вот это упрощенка, вот это школярство. Нам упростили великую сферу. Это великая сфера. Сиди, медитируй, развивайся на том уровне. Расскажи, пожалуйста, про твой контакт с высшей сущностью. Как это произошло? Да нет, вы немного не поняли. Дело не в контакте. Дело в том, что человек, он многопланов. Вот эта многоплановность нескольких сфер бытия. Если человеку интересно, он изучает сам себя. Для этого уже все придумано. Йога. Занимайтесь, ребята. Я... Как понять мой опыт? У каждого свой опыт, так что я не вижу смысла про это говорить. У вас свой опыт. Я понимаю, я имею в виду, что он тебе дал нового, может быть. Что для тебя стало по-новому открываться, может быть. Ну, в первую очередь, это познание вот этой бессмертной сущности, о которых пишут в разных религиях. То есть это разные религии, вот все религии, они едины в одном. Что нам говорят про бессмертие нашей сущности. Вот зачем религия-то придумана? Человек встает перед фундаментальным вопросом. Вот подыхает мое тело. Подыхает мое тело. А что будет с моим разумом? Что будет с этим я, сознанием? Что дальше-то? Вот эти все, собственно говоря, религии, там, йога, мистика, эзотерика, масоны, чем они занимаются? Они все познают вот эту высшую сущность свою. Вот, можно сказать, слиться с атманом, там, как угодно. Слиться с душой. Собственно говоря, то есть, пожалуйста, кому это интересно, занимайтесь этим. А когда ты начал заниматься, когда у тебя случилось, вообще, с чем это было связано, твое увлечение? Да понимаю, о чем дело. Вот параллельно с нами проходят очень интересные сферы бытия. И кому интересно, тот это и изучает. То есть, изучаешь йогу, ну, продолжай развивайся на том уровне. Мне просто стало интересно, я вот стал этим заниматься. Просто наши зрители вспоминают, что это было летом, какое-то событие у тебя произошло, просветление, что ли, летом прошлого года. Да нет, ну, понимать, чем дело. Вот это просветление, вот это и есть познание вот этой бессмертной сущности. Я просто пытаюсь объяснить людям, вот там очень много терминов в йоге, которые непонятны. Я просто пытаюсь на русский это все перевести. Просто идея в чем? Вот наше тело, мы живем, оно помирает в итоге. Что дальше? Вот и выходят религии, выходят эти всякие учения, выходят эти практики медитативные. Но суть их в том, что человек узнает, что он бессмертен в своей сущности, понимать, в чем дело. Вот я пытаюсь это объяснить, потому что люди путаются, люди говорят термин йога, йога, йога. А зачем йога-то нужна, ребята? А йога и нужна, чтобы понять эту бессмертную свою сущность. Вот я буду бить в одну точку, потому что люди любят такие отвлекухи. А что там в 2019 году, а что там в 2015 году было, а что там за просветление? Ребята, это ваша жизнь, делайте с ней, что хотите. Хотите развиваться на том уровне, развивайтесь. Не хотите, не развивайтесь. Я бы так ответил. Хорошо, я понимаю. Каждый ищет свое просветление сам. Это здорово, что люди ищут его лично и проявляют к этому интерес. Спасибо большое вам, господа. Еще один вопрос. Религия, это тоже будет одна идеальная, как ложки или автомобили? Или будет атеизм в коммунистическом будущем? Как ты сам это видишь? И если не атеизм, как это с твоим мировоззрением соединяется? Понимаю, в чем дело. Я в любую тему возвращаю фундаментальное начало. В чем была проблема? Советский Союз, изначально его строили русские православные крестьяне. Это была система советов, система самоуправлений. И потом уже пришло наслоение вот этой партии. Вот одно, как бы параллельная линия. Это организация, самоорганизация народов совета для выживания. Вот эти ячейки самовыживания по всей стране люди стали создавать, выразившие высшим вертикаль власти Верховный совет, где Калинин заседал. И параллельно выдумывается партия Ленина. Я вот бью в одну точку война. Вот эта скрытая война всю историю СССР между советами Калинина и партией Ленина. И в итоге партия Ленина, она пыталась строить страну в соответствии с теорией Маркса. А Калинин, вот эти советы, Михаил Иванович Калинин, он просто понял идею Маркса. Так, ребят, у нас абсолютно капитала нет, давайте объединим народное хозяйство и все. Но Ленин, вот ему нужна была партия ради самой партии. Вот создать партию, чтобы была партия, чтобы была партия. Зачем? А Калинин говорил, партия это всего лишь структура, которая гармонизирует общественные отношения. И в итоге партия Ленина довела все до абсурда. В СССР начали бороться с религией. Ну именно бороться с религией не в том плане, что именно теоретически стали йогу запрещать. Стали запрещать все вот эти наклонения. А в чего там плохого? Человек хочет просто познать свою бессмертную какую-то сушность. Но партии нужно было довести все до абсурда, до маразма. Чтобы люди в итоге отказались от социализма, надо было смешать идею экономики, системы народного хозяйства и какую-то там теоретическую вот эту кабинетную выдумку. Они это все смешали и в итоге люди отказались от своей страны. А в основе этого всего была всего лишь задача довести до маразма Советский Союз. Стали, закрыли границу. Зачем? Зачем закрывать границу? Запретили вот эти, слушать радио иностранное. Зачем? В этом не было смысла, потому что социализм это всего лишь структура, это министерство. Вот это не идеология социализма, это система народного хозяйства. А этим ублюдкам из партии нужно было довести до абсурда, довести до маразма, чтобы люди возненавидели Совок, чтобы они прокляли. А, Совок, там все запрещено, там это говно, вот этот Совок, давайте откажемся. С моей зрения это все-таки заговор был? То есть, да, задача была довести до абсурда систему. И мы можем поэтапно смотреть, как это происходило. Ленин стоял во главе этого заговора, выходит. Ну, его партия Ленина, потому что у Ленина был вот этот сильный лозунг «партия», «партия наш рулевой». Ну, выходит, если он дал этот лозунг, значит, он тоже косвенным образом был заговорщиком. Ну да, 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 естественно. А люди, русские крестьяне православные, всего лишь объединились в Советы. Им не нужна была эта партия дурацкая. Они и так сами поэтапно, вот в результате обнишания, поняли идею социализма. Но они поняли ее как систему объединения, общего выживания. То партии нужно было доказать вот этот марксин-ленинизм, вот внедрить эту идею. Вот партия, она всем руководит, она всем говорит, что делать. И в итоге в 1977 году партию внесли в Конституцию как руководящую роль. Вот с того момента уже начинается открытая захват партии и весь Советский Союз. Когда партия уничтожает идею советской власти, советы, все, советы нам не нужны. Партия – это высшая роль в государстве. И поэтапно они начинают дербанить общую промышленность. Вот я говорю про что, а религия? В религии нет ничего плохого, но партия доводила все до маразма. Вот я повторю этот тезис. И вот они это все довели. А так-то, ну, а что в этом плохом? Ты сам не против бытового атеизма? Или ты все-таки считаешь, что нужно человеку быть религиозно одухотворенным? Понимаю, в чем дело. Я лично утверждаю абсолютную космическую свободу воли и выбора. То есть это конкретный выбор человека. Хочет человек исповедовать какую-то доктрину религиозную? Пусть исповедуют. Например, я считаю себя каноническим христианином и убежденным коммунистом. Потому что я же говорю, религия в основе религии, бессмертная сушность. Вот в чем смысл-то. Понятие религии, понятие вот эти все, можно даже выкинуть. Опустить их и саму суть вспомнить. Вот это вечное бессмертное начало в человеке. Вот в чем смысл-то. А религия? А им нужно было просто довести все до маразма. А, это религия, это запретить, то запретить, это довести до маразма. Тут это сказать, что это поповская выдумка, все. Ну поповская выдумка, это ладно. А сам смысл бессмертной сушности, то что? Ну, это же не поповская выдумка. Это люди медитировали, это они сами познавали тот уровень многоплановости нашего сознания. Они-то это сами видели. Но нет, нужно было это все довести. Они довели это все до абсурда. Они сделали свою задачу. Они восстановили капитализм. У них все получилось. А я всего лишь предлагаю вернуться к системе выживания русской нации. А система выживания русской нации, это даже не социализм, это просто структуры. Это просто министерство единого бюджета. Вот и все. Мы будем развиваться поэтапно, когда вернем систему народного хозяйства. Когда все будет общее. То есть наша, грубо говоря, территория, на нашей территории либо будет такое очень контрастное неравенство. Вот 1% жируют, 1% богатый и 99% это опущенное, ограбленное быдло. Или же мы будем все на равных развиваться. В России только так получится. В силу климата. Просто в силу климата так будет. К слову, по поводу климата наши зрители сейчас вставили такой интересный комментарий. У нас была дача, где у нас росла вишня, смородина, малина и облепиха. А дело было в Восточной Сибири. Что мы делали не так? В том смысле, что люди выращивают. И выращивают даже в рискованных условиях. В России один урожайный период. Это лето. Три месяца всего лишь. Рыночная экономика представляет из себя систему конкуренции. И основа по Марксу денег это еда. То есть, чтобы нам конкурировать с другими странами, нам нужно предстать такой же объем избыточной еды. То есть, мы еду с полей взяли, мы ее съели, у нас еще осталось, мы ей можем торговать. Но чтобы такое было, нам нужно, чтобы у нас круглый год был вегетационный процесс. У нас такого нет. То есть, основа жизни это еда. Почему люди голодают? У них еды нет. Самое простое. Поэтому в России возможно выживание только в системе равенства. А что насчет стран, которые также находятся в климатических поясах России? Например, Канады. Ну, начнем с того, что Канада, банадомонада. В чем основа-то? Канада, я бы не сказал, что это хорошая страна. А в чем она хорошая? Ну, там, например, намного меньше населения, чем США. Там низшее население в Канаде. Там вот весь народ живет не на севере, а вот юг Канады, вот эта южная территория. Все живут на юге. Там народ авитаминозники в Канаде, цинготники. И самое интересное, даже эмигранты, даже мексиканцы, даже таджики, они в Канаду никогда не поедут. Таджики, там, мексиканцы поедут в Америку. Они поедут, там, не знаю, в Бразилию какую-нибудь, но в Канаду они никогда не поедут. В Канаду ниша такая убогая страна. Чем она вам нравится-то? А скандинавские страны? Ну, скандинавские страны представляют себе вообще самые страшные страны нашей цивилизации. Во-первых, там монархия. Монархия это высшее унижение человеческого достоинства. В Финляндии нет монархии. Ну, не во всех, собственно говоря. Вот Норвегия, Швеция, там монархия. То есть унижение человека, вот когда есть высший царь и остальное быдло, подданное. Ну, в Финляндии нет монархии, у них там нету такого, а это республика. Ну, в Финляндии это понятно. Ну, вопрос-то в том, что если мы хотим серьезно говорить на эту тему, нам, во-первых, нужен министр сельского хозяйства Канады. С чем нам, во-первых, сравнить Канаду? Почему я говорю про Америку? Я просто говорю к тому, что и с Америкой тяжело нас сравнивать. Мы гораздо меньше населения имеем, чем в Америке. У нас... Ну, дело в том, что мы начали примерно в одно и то же время. Мы начали в одно время, но пришли-то сейчас совсем в другие. Поэтому я говорю, что есть, например, Финляндия. Есть Финляндия, наш соседей. Ну, Финляндию мы должны сравнить по площади, по населению, по ВВП. Когда у нас будут эти таблицы... Ну, это зона рискового земледелия или нет? Почти вся территория Финляндии это зона рискового земледелия. Ну, вообще, Финляндию нужно изучать по ее климату. То есть, у нас должна быть раскладка. Да, это зона рискового земледелия. Ну, а что вам это земледелие делать? Нам нужен избыточный товарный продукт. В России его нету. То есть, нищета России неизбежна. Вот я пытаюсь... Ну, нищета Финляндии в таком случае тоже неизбежна. У нее и нету избыточного товарного продукта. Ну, мы-то не граждане России, а не Финляндии. Зачем нам Финляндию абсолютно... Не надо смотреть на Финляндию, я понимаю. Но такой тогда вопрос. А зачем нам сравнивать себя с Соединенными Штатами? Не унижает ли это нас? Почему мы должны себя сравнивать с чем-то? Потому что Соединенные Штаты и Россия, вот как у них только высаживаются броунисты на их территорию, первые вот эти поселенцы, у нас как раз приходит династия Романовых. И Карл Маркс, изучайте две страны, хотел понять, вот с одной стороны, вот там Россия, тут Америка, начали с одного и того же. И 19 век, в Америке уже 15 миллионов автомобилей, а у нас дворяне на хвостах качаются. У них там уже полное развитие индустриальное идет. А у нас народ в нише те, крестьяне живут в этих убогих избах, в землянках люди живут. И Маркс пытался понять, вот территория там и там, в чем разница. А просто там круглый год растет еда, овощи, фрукты, маракумба, вот это, собственно говоря, кукуруза, соя, и в избыточном количестве. И у них есть деньги. А Россия то же самое. С того же, ну, начали с одного и того же периода, а тут полная нишита. Там в России всего лишь 500 тысяч человек жили, по сути, в каких-то цивилизованных условиях, потому что они платили квартирный налог. Это сводный бюллетень Москвы. Остальные даже не платили налога, потому что у них их хаты, вот убогие, глиняные хаты, там, соломой на крыше, они даже жильем не считались. Это даже не жилье было, это убогая крестьянская рабская жизнь, на барина хозяина Монтулили. Там средняя продолжительность жизни, 30 лет, средний рост 150 сантиметров. Это население вымирало. И в чем причина-то? Вот там есть деньги, тут их нету. А природа денег – это абсолютный капитал, это прибавочный продукт полиприроды. Вот это фундамент. Вот почему Маркс гений? Он нам сказал, что деньги формируются из еды. Вот спасибо великое Карлу Марксу за это. Остальное его теорию можно выкинуть. Собственно говоря, пролетариат никогда не стал могильщиком капитализма. Просто вопрос был в том, что причина нишиты России. Почему мы сравним? Мы хотим понять, при чем тут Россия. А просто не растет маракумба круглый год, просто не растут овощи и фрукты круглый год. Нету избытка, нету как товарного продукта. Вот причина нишиты России. Маркс нам это объяснил. Вот за это мы и спасибо. Понимаю. А как только человек понимает, вот это у него просветление происходит, что еда, вот еда равно деньги, вот это, знаете, прям третий глаз у человека открывается, он понимает устройство этого мира. И у меня примерно так же произошло понимание катастрофы России, что, ну, не знаю, Бог там, зеленый, там, космос. Но получилось так, что наша территория, она низшая. Она, здесь очень мало плодородных земель, очень мало, тут здесь нельзя вести сельское хозяйство. Здесь все равно нужно делать больше капиталовложений, чем мы в итоге получим. То есть прибыли здесь как таковой нет. Вот бюджет царской России строился на продаже водки, и вот эти возные пошлины все, вот это основа царского бюджета. В чем проблема-то была? Климат, вот климат, он определил невозможность развития России. К сожалению, так получилось. И чтобы нам выживать, нам нужно объединить все народное хозяйство, объединить весь доход территории, весь капитал объединить, объединить весь урожай, сколько есть урожая, его нужно объединить, да. Я вчера, например, спорил, да, я вчера спорил с группой так называемой, вот до них так и не дошло. Вот как объяснить человеку, что вот у тебя в холодильнике еда, вот этой еды не будет, ты вдохнешь. Показать ему эту еду. Знаете, я пытался у людей, понимать, в чем дело, пропала причина-следственная линия, вот они не понимают, вот эта еда, чтобы эта жрачка у меня появилась в холодильнике, она должна быть в магазине. В магазин ее должен кто-то привезти. Сначала ее должен кто-то вырасти. Вырастить ее кто-то должен. Вот люди не понимают, это причина-следственная линия, они думают, вот у нас в магазине есть еда, ну значит она у нас есть. Откуда она появилась-то? Она же вырасти где-то должна. она у тебя не растет ты весь живешь на привозной еде тебя кормят все страны обувают нет мы россия мы великая россия мы самые богатые мы самые лучшие весь мир теремат мы у нас скрепы духовные у тебя не растет кукуруза у тебя не растет слои в избыточном количестве что такое россия это вечные проблемы с голодом это вечное сдыхание бюджета это вечная нищета людей причина гигантское неравенство природных ресурсов здесь слишком большой разброс возможности выживания природа россии делает урожай непрогнозируемым как вот когда мы подходим к решению вопроса создания системы общая бюджета тогда мы должны вот это все обсуждать но партия вся на и предлагает программу выживания россии на первом этапе таких тонких вопросов но я имею ввиду вопросов немного этических как ты относишься к евгеники наши зрители интересуются понимаю чем дело вот евгеника само понятие если вы его расшифруйте то я конкретнее скажу ну если мы вы дате вернемся к началу геноинженери вы намеренно имеете ввиду наше время на так называют не только я имею ввиду целый ряд мероприятий который направлен на выведение лучшего но скажем лучшего человека и здесь я не имею ввиду не только генную инженерию я имею ввиду конкретные меры по стимуляции лучшего воспроизводства лучшего качества людей в новых поколениях я об этом говорю а но это хорошая тема понимать чем дело это очень большая многоплановая тема попробую вкратце да как раз таки вот мы говорим в итоге нам нужно достигнуть сверх развития с помощью биомедицины ген-инженерии победить физическую смерть что такое наша смерть под чек растет от молодой человек представьте молодого человека вот есть молодой человек он растет 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 вдруг что-то какой-то происходит хлопок в ладоши он начинает деградировать он начинает стареть в чем причина от этот предел хейфлика то есть какая-то запрограммированность нашей нашей жизни что вдруг человек молодой и начинает стареть почему вот это и должна решить гены инженерия но чтобы она это решила нам нужны деньги на эту генную инженерию а в данный момент в россии дефицит бюджета в данный что 100 миллионов людей каждый день катится в нищету то я же чем ужас то нашей страны в любой момент может голод голод начаться мы же все на привозных продуктов от сейчас лето закончилось урожай собрали мы съедим этот урожай все а дальше ход что может случиться опять нужно надеяться на америку опять надеяться на европу что они нас будут обеспечивать товарами вот если смотреть статистику например вы кстати знали что россия закупает у беларуси ананасы россия закупает у беларуси рыбу кстати знаете что беларусь это самая великая морская держава а вот если вы смотрите статистику экономика россии там стей тикс бук экономик бук трейд торговли получается мы в беларуси покупаем компьютеры то есть компьютеры все в беларуси делаются это интересная схема когда нам вся европа от в обход этих санкций провозят пищевые продукты через было через беларусь так что вот завтра чем случится и 10 десятки миллионов голоду помрут вот это самое страшное пытаюсь вернуть людей к обсуждению сути вот чем проблема страны голод вот который в любой момент может начаться просто перестанут возить сюда еду все все сдохнут моментально понимать нужен резерв нужен резерв а данный момент у нас капитализм каждый собственник он сам выбирать что делать со своей со своим имуществом со своими пищевыми продуктами очень проблема то а когда была была система социализма это общая система выживания всего народа была понимать чем дело а наши зрители интересуются как ты относишься к семитскому вопросу к евреям к масонам мировому правительству действительно ли оказывает влияние на сегодняшний мир и как ты относишься к исламу наши зрители хотят уточнить о чем дело во первых вот когда мы говорим про тех самых масонов бусонов масонов лично я считаю что это идеальная отвлекуха то есть это снова капитализм создает общий фон обсуждение каких-то масонов вот ребята попробуйте понять простую вещь наша жизнь это еда вот пищевые продукты магазине кто правил кто нами проект нами проект масоны нами проект мировое правительство нами проект мир рептилоиды нет того и правит тот кто владеет едой вот собственник пищевых продуктов которые ты завтра пойдешь и купишь магазине вот он твой царь и бог вот он высший масон для тебя какие-то масоны где-то сидят да кому вы нужны ребят вот вопрос человек который это задает а в чем ваша ценность вот масоны то есть вы понимаете какое-то внешнее управление а зачем вами управлять в чем ваша ценность вот эти какие-то мировые там великие умы сидят до масоны кем-то управлять хотят а зачем зачем вы им нужны вот вы в данный момент ну страна российская федерация подходит к экономическому кризису полное обнишание стагнация товарооборота вымирание населения ребята кому вы нужны какой какой мировое правительство кому вы нужны да вы быдло на вас уже забило правительство вам уже пенсии отменили пенсии уже не будут людям платить люди не доживут до этого возраста нового выхода сейчас что хотят до семидесяти лет пенсию поменять это уже бессмысленно люди уже не доживут даже до 65 последняя продолжительность жизни рф люди не доживут уже этого возраста вам пенсии отменили вообще все социальные пособия зуборечь потапинка говорят отменят а насчет ислама я считаю что ислам это тупиковая проблема человечества ислам опасен потому что он требует обязательного распространения учения он требует борьбу с иноверцами и он требует стать праведным имущество захваченное у иноверцев ислам прощает всех должников грешников убийц вандалов садистов насильников грабителей если они ведут джихад тот человек принимает джихад это основное спасение от греха ему все прощается ислам доктринально унижает человеческое достоинство женщины ислам будет постоянно опасен людям всего мира по нашей версии ислам надо вначале разоблачить теоретически мы уже начали кампанию потом провести общем мировую разъяснительную кампанию и через решение он запретить уже религию зла ислам а после лечить мир от ислама как от гангрены разума вот и все это мое мнение но разве христианство не призывает к распространению также ну почему же христианство это всего лишь те кто исповедует тору божественный закон ветхий закон как раз таки но они зачем-то про существующиеся ну задача христианина спасти свою душу в первую очередь вот это главная цель от какое распространение каждый человек обладает абсолютно свободной воли и выбора необходимо ну начнем с того что бог дает абсолютную свободу воли и выбора хочешь спасать свою душу спасай не хочешь не спасай очень основа то космос дает свободу избирательность здесь можно сказать подход к религиям выражается никто никого не тащит за одно место в рай хочешь строить коммунизм строй его не хочешь строить коммунизм не строй хочешь спасать душу спасай не хочешь не спасай вот это простая фундаментальная истина до должна до людей дойти вот чек сам никто не даст нам избавления чек сам на основании 1 устав интернационал это идея космоса освобождение рабочих должно быть совершено самими рабочими вот это великая космическая истина у свобода воли вот этому высшему сознанию этому высшему разуму не нужны рабы представьте этого вселенского какого-то программиста космического дон там придумать себе вселенные придумать себе планеты вот зачем ему рабы он же может миллион этих рабов себе придумать это высшее сознание высшее существо ему нужны братья по разуму то есть хочешь восстановить социализм вступай в партию все хочешь подохнуть в нише те при капитализме подыхай никто никого ничего не заставлять делать о чем основа то вот это высшее сознательное существо дает всем свободу воли вот это до меня дошло однажды это вот это просветление оно выше всего понимание что является богом то нет послушайте бог это беспричинная первопричина вот аристотель так сказал вопрос в том что бог это первоначало вот он дает начало он дает божественный закон об жизни существует а я хочу понять и что она есть то нет ну хотите как угодно называть там бог космос абсолютом без разницы вопрос в том что хочешь от свободу он дает он дает свободу вот в чем смысл то наши зрители сдают такой вопрос а почему маракумба для народа ну потому что не будет у вас маракумбы вы станете уродами потому что маракумба это я имею ввиду овощи фрукты тропического периода они необходимы для раз для физического развития человека вот от чего у человека формируется красивая морда а от овощей и фруктов овощи фрукты они нужны человеку это самое главное это витамины первую очередь витамины вот если у человека нет витаминов он вы начинает деградировать он начинает вырождаться вот как случилось в российской империи вот средний рост 150 сантиметров вот такой маленький солдатик такую винтовку держит она выше него это винтовка вот то есть это вымирание народа маракумба необходимо вот я же вам говорил академия медицинских наук советского союза ничего говорят а для народа они говорят что необходимо в год вот это просто необходимо сейчас этого уже нету совсем насрать капитализм просто необходимо для выживания человека просто необходимо как бы это объяснить то попроще вот вам нужно жрать вам нужно жрать в год вот кем бы вы ни были 150 килограммов фруктов овощей это необходимо по вам необходимы белковые продукты вам необходимо в год 30 килограмм рыбы жрать вам необходимо 112 килограмм мясо жрать вам 330 штук яиц надо жрать вам молока нужно пить четыреста двадцать пять килограмм это нормы развития целостного развития человека вот его физическое тело и физическая гармония обеспечение физической гармонии если у человека не будет энергии он будет таким убогим мужичонкой такой пассивный инертный у него не сил ни воли нету не инициативы а из чего это все формируется еда от маркс это понял спасибо тебе великая карл маркс ты нам объяснил что основа экономики основа уже термин экономика нужно выкинуть вот есть понятие производства еды понятие логистика распределение еды продажи еды вот а от чего деньги-то формируются вот если бы не росла еда мы бы дальше никуда не двигались мы просто сдохли то есть первоначало первооснова понимать чем дело вот этих книг собственно говоря экономические теории различные там западные экономические теории восточные экономические теории их бесконечное количество а я стою на одной фундаментальном тезисе маркса о природе денег все дальше в мире тысячи книг и теории по развитию экономики там свой огромный понятийный запас там столько этих терминов там столько определений а у нас фундаментальный принцип всего лишь от него исходит всего лишь вывод маркса который он сделал именно для русских социал-демократов причиной исторической бедности россии нет покупателя промышленных изделий то есть некому развивать товаро денежный оборот значит нет возможности развивать капиталистический способ производства товар деньги товар значит не растет производства вот а с чего все начинается еда наши зрители интересуются в таком случае а если более чем половина бюджета пополнялась за счет водочной монополии в российской империи то не свидетельствует ли это о том что у населения были как раз деньги чтобы тратить ее на алкоголь вместо еды так в том-то и дело ругнут царское правительство спаивала русский народ просто спаил значит почему были употребителя все-таки чтобы наводку были она нормальную еду не было вот том-то проблема потому что в этом климате очень сложно выживать а водка она в этом плане немного помогает попроще жить в этом мире вот почему люди спиваются они видят бесперспективной жизни что у них не буду у них отняли у них капитализм у них будущее отнял понимать чем дело то есть грубо говоря вот восемь седьмом году восстановили капитализм вот эти ублюдки они ограбили народ случилась великая общенациональная трагедия колесо истории развернули мы пришли к тому от чего мы ушли к российской империи к вымиранию к нишите русские православные крестьяне в кровавых боях гражданской войны прогнали с нашей территории баринов хозяинов буржуев капиталистов потаниных дерипаса путиных ельциных они прогнали их а потом эти ублюдки вернулись они снова ограбили промышленный потенциал народа хозера от горбачёв хозра счет самоокупаемость самое финансирование и у нас нету народного хозяйства у них не у нас нет вот этих общих экономических связей потом ельцин суверенитет суверенитет а ельцин это продолжать ленина это же ленин эти республики все выделил придумал их там украина какая-то какая украина украинцев не было никаких никогда то есть и они забрали вот эти барина хозяина вы должны попитаться к ним ненавистью они забрали будущее народа они забрали космос они забрали развитие они забрали общенациональную цель коммунизм общество бессмертных странников сен они просто ограбили народ вот к чему я призываю просто понять без перспективной жизни и после осознать свою эту бессмертную сущность вот о чем йога говорит о чем быть медитации там христианство понять эту сушен и что ты бессмертен объединиться с людьми принять единую программу и начать преобразование окружающего мира а на данный момент для изменения нашей страны требуется три листа бумаги это устав отделения программа отделения и учредительный документ отделения то есть последняя лазейка для объединения всего народа это общественная организация партии их знаете чё там партии запретили по сути партии запретили через регламентацию внутренней структуры партии то есть грубо говоря чтобы вам создать партию вам уже заранее навязываются условия у столько-то должно вас членов быть в партии вот столько-то у вас должно быть отделений на территории 16 миллионов квадратных километров это такой абсурд сравните законодательство даже в украине такого бреда нету а это очень хитые ребята были они хотели официально не запрещать создание партии они хотели что вот эти четыре партии вечно правили к прф единая россия лдпр и кто у нас там еще есть ну справедливо россии четыре партии да и грубо говоря теперь эти партии все там навечно остались власти там будут уже просто вот умирает какой-то бывший член партии на его место приходит его сын это уже будет наследственной партии вот будет снова идея вот касты вот эти быдло барин и хозяин и вот эти партии идиотские просто там будут люди рожать новых собственно говоря людей на этих партий обычный человек туда же даже не войдет уже а нам запретили создание партии потому что партия это наша воля это наша свобода а нам навязываться какая у нас должна быть партия вот у тебя должно быть столько-то людей в партии у тебя должно быть столько-то отделений и тогда твоя партия юридически будет партия но этот принцип он уже запрещает создание партий Это запрет на создание партии. Ребята, очухайтесь, нам уже запретили партии создавать. О чем мы вообще разговариваем на вопросы? Вас опустили, вас сделали быдлом. Вам сказали, вот хочешь партии? Хуй тебе, не будет у тебя никакой партии. Ты будешь быдлом, ты будешь работать на баре на хозяина за пайку. И наслаждаться своей убогой рабской жизнью. Партии нельзя создавать. Так что последняя надежда, что люди хотя бы объединятся в общественную организацию, пересмотрят положение конституционного суда, и изменят свою страну. Изменить страну можно только процедурно. Потому что любое государство управляется с помощью процедурных формальностей. То есть в 21 веке с оружием государство не изменишь. Единственная возможность изменить страну, это войти в Госдуму, в законодательный орган, и предложить законопроекты. Только так. Люди, которые говорят, сейчас мы пойдем с красными флагами, с винтовками. Дебилы! Как только вы выйдете со своими винтовками, со своими красными флагами, моментально сдохнет логистика. То есть сдохнет обеспечение людей пешевыми продуктами. Весь народ живет в крупных городах. Вот все люди живут в крупных городах. Как только вы, ублюдки, со своими красными флагами начинаете восстание, тут же Росгвардия выходит, тут же начинается подавление бунтов. Вот эти бунты охвастают всю страну, и люди вздыхают с голоду, потому что им больше никто не привезет еды. Поэтому государство... Вот почему гражданская война, она могла идти сто лет назад, и сейчас она невозможна. Ну, возможно, население вымрет, потому что крестьяне худо-бедно, они жили в деревнях, они сами себя обеспечивали урожаем. Его было очень мало, но они себя обеспечивали. Теперь вы все живете в крупных городах. Начинается гражданская война, все, логистика, все, хуй, и вы все вздыхаете с голода. Вот это перспективы России. Так что, ребята, мыслите процедурными изменениями, мыслите именно преобразованием государства с точки зрения юриспруденции, с точки зрения изменения законов. То есть политика — это программа и изменение законов. На данном этапе, на чем наша партия остановилась, я послал, значит, заявление в Конституционный суд и хотел пересмотреть вот этот закон о партиях, закон о партиях. А мне что ответили-то? Слушай, Лукин, понимаешь, в чем дело? Чтобы пересмотреть какой-то закон в Российской Федерации, нужно, чтобы этот закон оказал на тебя действие. Вот это самое страшное. То есть, вот представьте ситуацию, вы еврей. Вы еврей, вдруг, значит, вводят закон всех евреев в газовую камеру. И, блин, блин, меня сейчас убьют, что делать? Пойти пересмотреть закон, а ты не можешь его пересмотреть. Вот когда тебя уже сожгут в газовой печи, вот тогда ты должен собраться, вот эти костяшки должны собраться, написать заявление в Конституционный суд Российской Федерации. Вы хоть понимаете, что это страна абсурда, страна вообще дикого маразма. То есть нам уже запретили пересматривать законы. Чтобы пересмотреть закон, он должен оказать на тебя действие. То есть, если в законе написано, что тебе должны отрубить руку, вот как только тебе отрубят руку, ты уже имеешь право обжаловать этот закон. Вот эта страна генетических ублюдков, генетической мрази, вот эта сволочь русская, которая... И самое страшное, что это нам евреи, что ли, такую жизнь сделали? Это русские люди, русские люди, русским людям сделали вот этот социальный ад. Это инфернальный ад, вот эта диктатура ментов. Вот когда на митингах бьют старушек, бьют студентов, это кто евреи нам мешает? Это масоны, мировое правительство, это русские люди, такие русские молодые росгвардейцы бьют стариков, бьют молодых, делают их инвалидами. Это русские люди, русские люди. Кто нам запретил создавать партии? Русские люди. Кто враг русских людей? Русские люди. Вот в чем проблема России? Проблема России в русских людях. А не в том, что нам жиды мешают, в том, что нам масоны мешают, то, что нам пиндосы, вот эта гейропа проклятая мешает. Нам русские люди мешают. Русские люди сами себе создали систему, при которых ты не способен даже изменить закон своего государства последняя лазейка что я думал мы с чего начнем то мы начнем пересмотра законов хорошо а конституционный суд вот тебе хуй тебе лукин ты не пересмотришь ни один закон потому что и подневольная быдло ты чтобы пересмотреть закон он должен уже подействовать на тебя вот на этот закон на тебя подействовал тогда пересматривай его но если в этом законе написано что тебя отправят газу камеру ну это закон еще тебе не нравится но тут закон такой наши зрители не обрисуются таким интересным аспектом современных реалий как ты относишься к феминизму нет батюшка но это и несерьезно феминизм беминизм меминизм вот ребята осознать и вам запретили создавать партии это основа вот чего начинается жизнь человека я думаю воля к преобразованию окружающего мира в котором ты живешь но тебе запретили изменять твою же страну какой феминин бы ребята мы должны вернуться к изначальному тезису изменения нашей страны как ее изменить и так президент путин в чем он может быть хорошие сделать для этой страны в новой конституции как написано это вот последняя лазейка по изменению россии путин вел конституцию такое понятие что российская федерация является право право продолжателем советского союза международных договорах в переводе на русский что это значит в конце своего существования советский союз заключил много внешних там договоров международных там по свободе собраний свободы печати свобода прессы свобода объединения свободы на политические партии последняя наша вообще лазейка в этом мире чтобы нам что-то изменить это вот обратиться к международным этим судам вот этот европейский суд по правам человека объяснить вот единственная наша лазейка то что нам путин вот этот возможно десятый клон путина который уже сдох давно он нам разрешил единственное что сделать это обратиться международной конторы по что российская федерация все-таки признает пока что эти законы эти договора международные которые были оформили в рамках ссср это последняя наша лазейка ребята остальные вопрос уже не имеет смысла никакого эта страна просто сдохнет в ближайшее время на данном этапе нам нужно объединиться в партию вот хоть вы русский националист хоть вы русский коммунист хоть вы либерал вопросу в партию главный до главная задача физическое выживание русской нации с чего начали то сто лет назад вот эти вот вы говорите там жиды большевики говорят вот там жиды большевики там пришли всех перестреляли это перевешали вопрос то в том что первое что советская власть делала они ввели единую систему социального обеспечения они ввели продовольственные армии они ввели пайки что люди поняли если мы хотим выжить на этой территории нам придется объединять народное хозяйство с целью физического выживания по-другому не получил пожалуйста вот это все мы поняли а до этого момента россия была обречена выходит до этого момента она существовала на грани смерти она подходила 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 она существовала очень долгое время что это вопрос это вопрос уже к русскому народу почему почему у русского народа и желание терпение какое-то вечное терпение если как ты сказал у нас мало еды мы бы все вымерли банально так мы вымирали по этапу 30 лет среднем продолжительной жизни это чё жизнь что ли территория и население российской империи расширялась всю историю большей части российской империи расширялась да пожалуйста вопрос то в том что здесь плохая территория плане население бы не размножалось на плохой территории слушайте ну размножаться они сколько угодно могут я-то говорю про нормальную жизнь какую-то размножаться да пожалуйста можно и в нищете обшита выживать ну вы хотите в нищете выживать но выживайте и люди три столетия словами россия рано или поздно была обречена на катастрофу но почему именно двадцатый век почему не раньше шестнадцатый потому что первая первая мировая война то бюджет накрылся до этого были тоже войны иван грозный войны ну самая страшная война это как раз германия была из австро-венгрии вот она добила эту россию проблем речи посполитыми воевали тоже была серьезная война 70-е годы 16 века назвали великим великим исходом великой порухой тоже очень тяжело пришлось и наверное даже сильнее потому что пострадали очень важные регионы промышленно это потеря при балтике то есть они уже подходили там петрограду это была самая страшная война и вот она и добила эту страну но в сорок первом году тоже была такая же война и она была также тяжелой тем не менее это уже был социализм это уже был социализм это уже люди стали поэтапно хотя бы выходить из этой ниши ты в космос в итоге вот эта система калининская у меня калинин тут висит эта система начала с нуля и в итоге мы из лаптей и сифилиса из ниши ты полетели в космос стали сверхгигантом наша задача восстановить просто идею развития страны это можно сделать только при системе общего единого никем не чуждаем бюджета можете выкинуть понятие социализм там коммунизм если вам не нравятся эти термины вопрос то в том чтобы люди выживали а чтобы люди выживали нужны деньги денег сейчас нету стране дефицит бюджета нечем платить пенсию нечем наполнять бюджет ты сказал она действительно очень тяжело бороться этой властью и в свете недавних событий навального репрессии преследований оппозиционных деятелей не боишься ли ты за свою жизнь не боишься ли ты бороться что помогать тебе бороться понимать в чем дело вот вообще ситуация с навальным она очень смешная вот у нас что неужели ни у одного фсбшника не нашлось отравляющего яда чтобы убить это навального если они хотели бы его убить они бы убили поверьте мне это убогая какая-то клоунада но навальный что неужели вот страна где было кгб 70 лет вот это лучшая система вот этой разведки агентов которые могут внедриться хоть куда неужели они не могли убить навального но не смешите меня если бы они хотели они бы уже давно убили потому что навальный не представляет для них никакой опасности представляет опасности для них только лукин павел антольевич потому что он говорит про социализм вот этого они боятся они боятся пересмотра идеи частной собственности а навальный бавальный mobile но вертится он у них там они его даже готовы пиарить кстати его по телеку уже давно показывают он не представляет для них угрозы никакой как и тисак вот тисака убили о чем а как он угрозу то российской федерации представлял да никакой обычный нацист кидал зигу там кому он опасен то он никому не опасен это какая-то убогая перета опять же я сомневаюсь что его кстати убили как и немцова сомневаюсь что немцова убили а просто в том что убийство пока что в чем наше преимущество пока что российская федерация играет в парламентаризм то есть пока что юридически вы как бы можете зайти в госдуму и изменить страну вот чем наше превосходство то что пока что у этого государства еще немного осталось денег еще не всю промышленность прожрали вот которая в советском союзе была построена не весь капитал еще съели так что пока что они могут позволить себе игру в парламентарные вот эти изменения но навальный то в своей программе не предлагает социализма а следовательно ну а какую угрозу насчет того что боюсь не боюсь а если ты живешь в россии ты всю жизнь боишься конечно боюсь ну вопрос то выживание народа выживание этого русской а моя задача спасти россию от не шиты от вымирания так что ну как говорится быстрее сдохнешь быстрее возродишься вот такая на такой оптимистичной ноте я предлагаю закончить я думаю что мы прочтем еще один вопрос который прислали наши зрители потому что наши зрители очень интересуются и собственно говоря и тобой твоими идеями пользователь с ником кен макс написал я сверх венгер мордвин я благодарен тем что мой род служит россии уже 500 лет вся сила в русскости ну начнем сначала вот это самое страшное что я от людей слышу вот это желание отождествить себя с россией вот что такое россия на момент 2020 года это 300 миллиардеров это 150 миллионеров и вот вы нише быдло ограбленное вот мы мы россия мы единая страна у нас единое движение то есть это обман это вот желание отождествить себя с тем что тебе не принадлежит вот ты получаешь свою зарплату есть понятие нефть но это нефть находится у конкретных собственников вот кто у нас владелец русского никеля потанин вот это его собственность вот ты един с потанином ты говоришь россия мы россия вот есть барин и хозяин и есть вы то есть вы хотите сказать вы едины с вашими баринами что ли вам что они деньги платят миллиарды как у них нет вы у вас низшая зарплата 15000 а у них вот рейсин 5 миллионов день себе кладет зарплату почему вот я барин хозяин я ограбил народ я имею право себе назначать ту зарплату которую я хочу ты себя отождествляешь с россии ты говоришь что я отождествляю себя с потаниным с дерипаской с артенбергом так что ли ну тогда ты конченый раб чем могу тебе сказать дружишь как можно себя отождествлять со своим ёбарем барином хозяин как так можно наши зрители интересуются читал ли ты какие-то еще книги кроме карла маркса какие еще источники ты можешь процитировать потому что ну могу стирать струмилина собственно говоря струмилин такой русский экономист это что он написал струмилин он понимать чем дело и было что фенгенатайский что он написал они все книжку какую написал ну понимать чем дело у них были очерки про русскую экономику они тоже изучали русскую экономику и они тоже пришли к пониманию тимирязев у нас великий такой есть тимирязев они все о чем говорили то они тоже пришли к пониманию Труды их назвать, чтобы наши зрители тоже ознакомились. «Книжки» как называются? Да, пожалуйста, у вас интернет, у вас в библиотеке сходите, почитайте. Ты не знаешь, как называется эти книжки? Ну, извините меня, дело не в книжках, дело в идее самой. То есть ты не читал их? Ты не читал эти книжки, но называешь их? Я их читал, ну вот возьмите и сами прочитайте. Но название ты не знаешь, не можешь назвать. А зачем мне говорить название? Я хочу, чтобы вы сами пришли в библиотеку и прочли их. Потому что они говорили про русскую экономику, Они говорили про климат, они сами пришли к пониманию социализма, но не как идея партии, которая пытается строить доктринальный какой-то кабинетный социализм. Люди сами пришли, изучая экономику своей страны. Карл Маркс, он выучил русский язык и вел переписку с русскими экономистами, географами, климатологами, специалистами по сельскому хозяйству. Он понял, что климат это и есть деньги, еда с полей это и есть деньги, у вас этой еды нет, значит вы будете в нишите или же вы объедините народное хозяйство и будете поэтапно развиваться как 70 лет Советского Союза. Когда с 17-го года по 87-й год весь воловой национальный продукт вырос в 61 раз, а в Америке за тот же период только в 3-4 раза. Причина. Мы просто объединили народное хозяйство и смогли развиваться, мы убрали собственников этого народного хозяйства и стали развиваться, все было общее, все шло в общую копилку и мы поставили себе цель строить коммунизм, строить больше домов, строить больше предприятий, строить школы, строить больницы, строить санатории. И мы развивались, что у нас была единая система народного хозяйства. Вот я всего лишь и пытаюсь призвать вас всех перестать стебаться в вопросах своих и начать действие, практическое действие, социальное действие, вот это социальный творческий акт, создать отделение, создать партию. Если вы не согласны с Лукиным, он там мудак, козел, ну хорошо, делайте свою партию, делайте свою организацию. Но основа это вот программа партии «Все». Невозможность товаро-денежного отношения в силу климата, в силу геоклиматической необеспеченности территории и товарооборота. Это должна быть программа. То есть была партия ВКПБ, коммунистическая партия большевиков. То есть большевики – это общественная организация, это коллективные, организованные, гаранты или полагания. Это партия. Государство управляется с помощью процедурных формальностей, с помощью издания законов, указов, распоряжений. Большевики – это партия. Они стали только… Партия Ленина, она захватила власть только в 1977 году, когда в Конституцию внесли ее как руководящую роль какую-то. До этого это все лишь была организация. Первое. Продовольственная армия. Ну, а чем она вам не нравится? Задача-то какая была? Народ пытался сам себя прокормить. Вот была убогая вот эта территория, ниша, где вот тот же Восхнил, почитайте Восхнил, тоже великая такая… Такой труд, что в России вообще плодородной земли нету. Вот очень мало территорий здесь. И люди пытались создать какую-то систему цивилизованного развития. И нужно было забрать еду у того, у кого ее было больше, кому она была не нужна. Вот когда говорят «отобрать и поделить», да, 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 отобрать и поделить, чтобы прокормить людей, чтобы они не сдохли с голоду, да, отобрать и поделить. А вот вы, вот, комментаторы, вы, правые выблетки, вы же также взяли, отобрали и поделили народное добро. Вы взяли заводы, газеты, пароходы, вы себе присвоили. Вы же отобрали и поделили. Это же вы обокрали русский народ. Это же вы нас ограбили. Вот отобрать, а, большевики, снова отобрать и поделили. Это вы отобрали и поделили. Это вы поделили народное добро. Сволочные, комментаторы. Я понимаю, я понимаю. Наши зрители хотят просто уточнить некоторый момент. Вот Исландия, например, она страна, где очень мало еды, и тем не менее она очень богатая. Ведь весь вопрос строился в том, что страна... Я хочу договорить ту важную мысль. Я хочу договорить ту очень важную мысль. Она заключается в том, что Советский Союз, он довольно богатая страна по ресурсам, по, собственно говоря, территориям, но оно бедное по, допустим, еде, которую он производит. А в Исландии вообще, в принципе, очень тяжело делать еду в принципе. И тем не менее, без объединенной системы народного хозяйства Исландия вполне себе богатой стороной стала. В чем выражается богатство Исландии? В чем выражается богатство Исландии? Выразите мне в количественных показателях богатство Исландии. ВВП на душу населения. Ну и что, и какой там ВВП? Вы посмотрели? Вы что, министр сельскохозяйства Исландии, что ли? Если мы не доверяем данным Международного банка, то, я боюсь, мы не сможем кому-то вообще доверять. А где эти данные-то? А где эти данные? Я их не вижу почему-то. Их опубликовал Международный валютный банк. Их опубликовывают каждый год и регулярно Википедия выкладывает их на свои страницы. Ну дурак, я не могу. Ну скиньте, скиньте эти данные. И проверьте, и составьте таблицу. Вот Россия. И с чем вы Исландию-то будете сравнить? Я говорю, Америка, Россия. Начали с одного и того же... Америка это вовсе не Россия, потому что население у нее совершенно разное. У нее разные климатические условия. Америка это источник сравнения. И как мы условились, нельзя сравнивать разные вещи. Словно лимон и, например, апельсин. Начали с того и того же времени. Можно сравнивать. Мне кажется, что наш разговор зайдет в тупик, если мы будем сравнивать Америку и Россию. Это разные страны в разных географических условиях поставлены. И корректнее было бы, например, взять Канаду, корректнее взять страны, которые находятся в нашем же климатическом поясе, Исландию, Финляндию, Норвегию, Швецию. Это не серьезно. Вы цифр не приводите. Это пустой разговор. Это бесплодный разговор. Это целая лекция должна быть, если вы говорите про климат. Вы должны взять таблицу, занести туда ВВП. Но ты тоже начал лекцию про климат и сказал, что климат определяет количество еды. Да, да, да. Я вам говорю, 140 безморозных еды. Мы живем в одном и том же климатическом поясе с Канадой, с Финляндией, со Швецией, с Исландией и Норвегией. Фотосинтетическая активная радиация формирует биомассу растений. Фотосинтетическая радиация, которая формирует биомассу растений у нас, и она даже богаче, чем находится в Исландии, чем в Финляндии, чем в Швеции и в Канаде. Это шкалярство. Это неправда. Нет. То есть, там гораздо богаче все. Батюшка, вы являетесь продуктом русского языка. Вы говорите термин «богаче», и вот для вас этот термин что-то обозначает. А я пытаюсь вас вернуть в то, чтобы вы выразили свои претензии в количественных показателях. Как понять «богач»? В чем «богач»? Богаче он доходу на душу населения. Ну, доход на душу населения. А как понять «доход» на душу населения? Вот есть конкретный барин. Вы работаете на этого барина. Он сам определяет вам зарплату. Если вы жили в Средневековье, это было бы так. Но, к сожалению, сейчас действует немного другая система. Нет, Капитолин 2020 год. Российская Федерация. Какое Средневековье? Ну, это и есть Средневековье. Барин и хозяин. Да, вернулись к баринам. Вернулись к хозяинам. Это все-таки капитализм. Тут немножечко не барин, тут капиталист. Именно барин. Будем называть его капиталистом. А я буду называть барин хозяин. Барин к феодальному отношению. Это натуральное хозяйство и обмен на грех не знать натуральную собственность. Так что все-таки это капитализм. Барин хозяин. Потанин, Дерипаска, Ротенберг. Вот они правят вашей жизнью. Можно назвать условно их собственниками. Я думаю, что на этом мы можем сойтись. Есть еще одна страна, похожая на нас. Это Великобритания. Великобритания. Как тебе кажется, Великобритания страна, которая тоже находится на севере Европы, которая имеет схожие климатические условия с нами. Все, ребята, это пошло шкалярство. Вы не хотите приводить цифры, вы не хотите таблицы сравнить. Это бесплодный разговор. До свидания. А у тебя есть таблицы, доказывающие твою точку зрения? К сожалению, Павел нас покинул. Но это не значит, что я покинул вас. И на вопросы, которые вы пришлете мне, я обязательно отвечу. Так что не пересключайтесь, не уходите от нас. Я буду отвечать на все ваши вопросы онлайн. И Павел обязательно подсоединится к нам, ну, во всяком случае, как мне кажется, в ближайшем времени. Ну, и я буду искренне надеяться, что наша дискуссия не слишком раздражает Павла. А пока спасибо вам большое за то, что вы послушали нашего гостя. Я думаю, что это был интересный разговор, и я попробую его продолжить, потому что наш стрим еще не окупился. Я прошу вас задавать мне вопросы в чат, прошу вас задавать вопросы в донаты. Я буду отвечать на все, на любые. Поверьте, я человек отчаянный. И только никаких видео не присылайте. Я не люблю их. Но спасибо за то, что вы поддерживаете меня. Кенмакс. Уважаемый Лукин, а если было бы мало еды, зачем надо было уничтожать сельское население Тамбовской губернии? Зачем надо было месяцами... Мы, к сожалению, не сможем задать этот вопрос Павлу, но держите его в уме, я попытаюсь ответить на него. И спасибо вам большое за еще вопрос про Исландию. Мы его пытались задать, но, к сожалению, наш гость ушел от нас. И в ответ на такой неожиданный разворот событий я предлагаю вам, господа, задавать вопросы мне. Я вместе с вами буду последнюю часть стрима отвечать и участвовать в жизни вашего чата. Так что позвольте мне объявить о новом сегменте нашего диалога. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Присылайте, пожалуйста, свои донаты. Это очень важно, потому что наш стрим существует, потому что вы нас смотрите. И я существую, потому что вы нас смотрите. Не забывайте подписываться на вот этот History Max, который находится у меня в баре под моей головой. Переходите, пожалуйста. Наши модераторы скинут ссылку. И не забудьте помочь нашему каналу донатам. А я пока почитаю ваш чат и надеюсь, что вопросы у вас появятся. Вы можете задавать мне вопросы по любой теме. Не обязательно по нашей конкретной. Я буду отвечать на все. Только бы наш стрим окупился. Так что у нас осталось где-то 900 рублей. Если мне память не изменяет, задайте, пожалуйста, я буду вам вовек благодарен. Эти деньги пойдут на развитие нашего канала. Спасибо вам большое, господа. Нет, я сам пригласил Павла, потому что я посчитал, что наш диалог должен быть очень интересным и продуктивным. Я надеюсь, он был подобным образом сделан. И спасибо вам большое за над, я отвечу. Благодарю вас. Кен Макс, Лукин, почему вы же... Спасибо вам большое. Жонглируйте термином большевик, если те осуществили Октябрьскую революцию. А в городе висит памятная доска времен СССР с Вензелем. Вензелем под названием... Сейчас прочту. Здесь живет профессиональный революционер. Это правда. Спасибо вам большое. Мистер Абрик, спасибо вам большое за 100 рублей. Благодарю вас. Дэв Фром Криндж. Николай, храни вас Бог. Спасибо за ваши стримы. Мы вас любим, как вам гость. Только честно. Мне Лукин нравится, потому что, знаете, есть сорт людей, которые не прекращают бороться. И пусть они будут шизами, это нормально. Пусть они кажутся немного взвинченными, это нормально. Я считаю, что говорить надо со всеми. И вдруг вы мне подали идею. Этот стрим родился из вашего обсуждения и вопроса. А почему наш канал являются только сторонники правых взглядов? Я бы очень был рад, если бы к нам пришел Вестник Бури. Если бы к нам пришел Рабкор. Если бы к нам пришел Михаил Калашников. Если бы к нам пришел Михаил Горбачев. Я их всех зову и пишу им. Но пока что на мою просьбу откликнулся один человек. Я поспешил сразу же сделать с ним стрим. Я очень уважаю Павла. Надеюсь, что у него все будет хорошо. И мне нравится он как... Ну, вы знаете, есть люди убежденные. А мне нравятся люди убежденные. Вы знаете мою слабость. Даже если у них что-то не получается, они все равно пробиваются. Если факты их загнали в тупик, они отбиваются от фактов. Ну, а если уже совсем все, они и тут не теряются и хлопают дверь. И мне это нравится. В любом случае, несмотря на то, что Павел пока что не дошел до экселевских таблиц в Википедии. И, наверное, не знает об их существовании. Мы поговорили, как мне кажется, здорово. Спасибо за этот вопрос. Я думаю, что мы Павла еще пригласим, если он не осерчает. Спасибо, Carewoman, за 50 рублей. Спасибо вам большое. Спасибо, что порекомендовали. Медведева, Николай. Можете посоветовать что-нибудь еще по Черчиллю. 50 на железной дороге. Ох, Господи, вы задаете ему помрачительные вопросы. Почитайте Луида Джорджа. Он писал про Черчилля. У него осталось много воспоминаний, связанных с его работой в 20-е годы в бытность его министром военных дел, военно-морского ведомства. Почитайте. Он интересно пишет про него. Он перечитывает, он показывает их общую жизнь, как они общались в кабинетах, эти закулисные интриги, эти мысли, которые он высказывал. Это интересно. Он был неординарным человеком. Он обзывал эти письма, которыми обменивались между министерствами, платками носовыми, потому что они были маленькие. Ну, вот какие-то письма размера меньше, чем А4. Маленькие бумажки, короче говоря. Вот он приходит в кабинет и как бы насмешливо обзывает эти письма платками. Но это такие маленькие детали, если вы хотите узнать про Черчилля больше. И, конечно, я добавлю сейчас на железную дорогу. Спасибо вам большое. Я не знал, что эта тема настолько интересна и популярна. Давайте добавим. Спасибо большое. Спасибо. Железные дороги поднимаются уже на 10-е место. Я даже не ожидал, что они так быстро поднимутся. Скоро будем делать стрим. Поэтому спасибо вам большое. Следующий донат. Сейчас спасибо вам большое. Вопрошающий... Вопрошающий за 100 рублей. Спасибо большое. Николай, здравствуйте. Вот пока пауза. Можно попросить вас составить какой-нибудь план действий для человека, который совершенно не знает истории, но хотел бы это исправить. Книги, курсы, секты. Я рекомендую, как и всегда, как и всегда, детскую энциклопедию. Да, сейчас я попытаюсь вам что-то представить, что-то придумать. Ну, знаете, книжка с картинками, сборник сказок. У меня есть один такой. Это называется сборник... Ну, это не совсем сказки. Эта книжка называется по-другому. Но эта книжка называется «Древнерусские повести». Это, конечно же, урезанный вариант, но интересный. Здесь собраны «Древнерусские повести и рассказы» для самых маленьких и для самых интересных. Потому что у них есть, смотрите, смотрите, тут есть иллюстрации. Здесь не скучно, здесь есть картинки. Называется эта книжка «Древнерусские повести и рассказы», издательство 91-го года. Так что тут вообще нет смысла придираться к идеологии. В 91-м году славянские сказки никому не были интересны. Издательство было «Юношеская библиотека» и главный редактор – «Остопенко». Почитайте. «Остопенко. Древнерусские повести» называется. Это самое прекрасное для самых-самых... Смотри, тут картинки везде, тут картинки на каждом развороте. Вам не придется скучать. Я ответственный за эту книгу, потому что вам тут будет не скучно, по крайней мере. Ну, а если вам не понравится, то вы не зря потратьте свое время. По крайней мере, вы познакомитесь с интересными персонажами. И я думаю, что изучать истории надо со сказок, конечно же. Ну, и если вы хотите поглубже изучить, я рекомендую вам. Кажется, это называлось «Фруттинутти». Это совершенно серьезное издание, которое детская литература выпускала. «Фруттинутти» в мире истории. Короче говоря, не прикапывайтесь к выражению. Пруфов не будет. Я не назову вам точного названия курса. Но он продавался в CD-дисках вместе с хлопьями «Космостартс». И там красивые картинки. Вы можете залипнуть там на несколько часов. Я залипал. Так что рекомендую вам тоже почитать, посмотреть. Там интересные загадки про историю. Я думаю, что с этого, с этого самого и надо начинать изучать ее. Спасибо вам большое. Спасибо большое вам, господа. И спасибо вам за днаты. Это очень важно. Аноним. Спасибо за 100 рублей. Копите себе полкило маракумбы. Я впервые слышу слово это и даже не знаю, что это такое. Но, как я теперь узнал, маракумба – очень важный вопрос, который стоит на повестке дня. И грех теперь не узнать, что это за фрукт такой. Или это овощ. Господа, нам осталось собрать совсем немного. Где-то 400 рублей до окупаемости этого стрима. Я прошу вас задавать мне вопросы, потому что я готов отвечать на все. И если мы соберем, будет сюрприз и подарок для вас. Я буду отвечать на ваши вопросы из чата сегодня без ограничений. Так что вы сможете просто задавать мне вопросы. И мы можем общаться. Поскольку у нас освободилось время такое. И поскольку наш гость раньше нас покинул, мы можем поговорить с вами непосредственно душа в душу. Так что сдавайте их, а я почитаю ваш чат. Спасибо большое, маракумба. Мы не будем вас есть. И я не троллю. Я серьезно считаю, что фрукти-нути – одна из лучших вообще, в принципе, CD версий игрушки истории. Там назывался курс истории. Он назывался «История» для детей от 12 лет и старше. Интереснейший курс. Правда, там мало про Россию, там мировая история, Древний Греция, Древний Рим. Но интересно, интересно. Я не шучу, честно. Это не из какого-то рофла. Это серьезно интересно почитать. Но знаете, когда вы хотите мне, наверное, спросить, какая-то серьезная литература. Знаете, если вы пытаетесь взяться сразу за серьезную литературу, вас отшвырнет. Не беритесь за нее. Это скучно. Вот двухтомное издание истории Востока Васильева. Это скука смертная. Вы там умрете по дороге. Он рассказывает кратко, емко. Но от того, что он это говорит, вам легче не станет. Я вам гарантирую. Или Соловьев, который писал «История российского государства» с древнейших времен. Огромный том. Талмуд. Читаешь, 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 читаешь. Вам не будет интересно это читать. Вам будет гораздо интереснее почитать книжку с картинками, древнерусские рассказы и повести. Оно может действительно интерес вас зажечь. Я хочу, чтобы вы это читали не для того, что, ой, я хочу похвастаться своими познаниями друзьям. Это глупость. Не надо блистать тем, чем вы хотите блистать. У вас не получится. Попытайтесь зажечь себя тем, что вам уже нравится. И вот это фольклор, рассказы, сказки, комментарии. Конечно же, это не просто книжка без комментариев. Там комментарии даются какие-то перед фрагментом из документа. Ну, это интереснее. Это интереснее гораздо, чем если бы я вам посоветовал, читайте серьезную монограммию Кукуйкина, который написал многотомный труд по данной теме, опробированный Академией наук. Я просто не сомневаясь рекомендую его вам. Я буду идиотом, если я вам его порекомендую. Вы его возьмете и бросите в первые же секунды вашего общения. Вообще, вам кажется, что история – это забавная наука, и там все интересно. На самом деле, историки академически заняты перетиранием пыли в шкафах, и по большей части им до вас дела нет. Я читал замечательную статью, которая называлась «Древнерусские шахматы». Так вот, в течение 30 лет один и тот же автор и соавтор спорили с другим авторитетным критиком шахмат в российской, ну, в московской Руси о том, была ли та или иная фигура на доске в такой-то шахматной партии. Знаете, если бы это не было бы шуткой, ее стоило бы выдумать, потому что они ведь спорили об этом 30 лет. Люди копья ломали, люди не спали ночами, люди писали вот эти монографии, многотомные порой монографии. Так что, говоря о том, вы тратите жизнь на херню, не тратьте жизнь на херню, купите фрутинуте. Тем более, что, надеюсь, звездочки Космостарс еще продаются, потому что там мечтаю вернуться в детство и взять эти хлопья, где там этот CD-диск. Вы помните, зелененький CD-диск, там написано History, там даже нету истории, потому что это был, конечно же, зарубежный продукт. Но да, это интересный курс для самых маленьких, рекомендую вам. Спасибо вам большое, что вы пишете. Господа, задавайте вопросы, пожалуйста, наши модераторы кинут вам ссылку в чат. И если наш стрим окупится, на что я очень надеюсь, наши модераторы получат вознаграждение, ну, если он окупится больше, чем 2000, и получат деньги. Так что вы поддерживаете не только меня, и наш канал, но и наших модераторов. Хочу напомнить, что у нас действует аукцион. Любые темы, которые вы можете заказать, вы можете заказать. И я серьезно, это правда. Вы можете заказать любые темы. Николай, как вы относитесь к аудиокнигам? Можно ли такие произведения слушать или лучше читать? Я нормально отношусь, тем более, если у вас нет времени это читать. Вы можете их послушать. Путинская Россия настолько офигела, что запретила шахматам играть партии. Возможно. У нас Космостарс не продается. Только Синеминис. Господи, Синеминис. Это ужасно. Это кошмарно. Неужели я пропустил целую эпоху, когда звездочки Космостарс перестали продаваться? Это было бы ужасно, на самом деле. Николай, я добавлю. Добавлю. Спасибо большое, мистер Абрик. На Муссолини 50 рублей. Спасибо большое, что напомнили. Задавайте донаты. Я отвечу на все. Пожалуйста. Это очень важно. Это моя жизненная необходимость. Как говорил Павел, людям важно для выживания еда. И мне тоже важна еда. Но больше нашему каналу важна еда. А еда это реклама. И она стоит денег, к сожалению. Увы, пока что коммунизм не наступил. И нам не одобряют бесплатный пиар. Спасибо. Мы добавим сейчас на Муссолини. Муссолини стал теперь 36-м в списке. Спасибо вам большое. Это очень здорово. Мне приятно, что вы донатите и участвуете в наших аукционах. Продолжайте это делать. Для меня очень важен каждый ваш донат, каждый ваш рубль. Спасибо. Будет ли вебинар по поводу синтаизма? А были ли уже о шумерах эфиры? Конечно, были. У нас есть замечательный стрим, который посвящен шумеро-аккадской цивилизации и первым до эпохи Хаммурапи законам. Точнее, о реформе права урукогины. Я рекомендую вам посмотреть его. Между прочим, это первый стрим, на котором у нас была камера. Так что, возможно, вы окунетесь в историю и вспомните время, когда я еще только учился ею пользоваться. Спасибо большое за вопрос. Не хочу ли я сделать спонсорские подписки на Ютубе? Понимаете, для того, чтобы сделать их, наш канал должен собрать 30 тысяч человек. Я был очень не против того, чтобы у нас была такая возможность, но, как я уже говорил, надо 30 тысяч человек. Если вы готовы выложить 30 тысяч человек прямо сейчас, то мы будем иметь хороший разговор. Кстати, господа, я вижу тех, кто присоединяется к нашему аукциону и сейчас всем, кто это смотрит. Если вы не найдете тему, которая вас интересует, вы можете добавить свою и задонатить на нее. Она появится в описании к нашим аукционам. Я ее обязательно запущу в наших верах. На биографию Ленина. Конечно, можно кинуть. Конечно, можно кинуть. Спасибо большое. 100 рублей был ваш прошлый днат. Извиняюсь, не 550, а 600 теперь на низложение Муссолини. Спасибо большое за то, что вы меня поправили. Извиняюсь, что не увидел. Спасибо вам большое. Теперь 600 рублей. Надеюсь, справедливость восторжествовала. Будут ли стримы с Ростиславом с канала Словениска Делла? Возможно, будут. Стрим, где можно меня раздеть на пуговичку, конечно же, активен. И вы можете перейти в нашу главную основную страницу нашего основного канала Гроза, где есть тот самый стрим, где мы под запись об этом договаривались. Если 10 тысяч лайков он соберет, то, конечно же, мы придем в гавайской рубашке и расстегнем верхнюю пуговичку. Я знаю, что вы ждете от меня этого. Я не могу вас подводить, но пока что 10 тысяч лайков пока нет. Лукина. Вы говорите про Лукина. Да, можно кинуть. И можно кинуть на кого угодно. Прошу вас, вы можете, конечно же, скинуть и на Лукина. Вы спрашиваете, как найти Лукина в сети. И я вам отвечу. Сейчас я ссылку уточню у него самого, потому что он мне не скинул. И поскольку он резко закрыл нашу трансляцию, видимо, он уже не скинет ее. Найдите его по ссылке вот такому контекстуальному поиску. Всероссийское социальное единство. Или партия все. Попробуйте поискать. Он председатель партии все. Аббревиатура партия все. Или все. Так что вы найдете его быстро в интернете. Я думаю, это не ставит труда. Мы можем сделать стрим про его биографию. Конечно. Будет ли еще Маркс Малороссия и Теху? У него еще проблемы со звуком были. Месяц назад с ним стрим был. Возможно. Возможно будет. Но только от вас зависит. Вы можете помочь поддержать нас рублем. И он будет. Я буду очень рад помочь в выходу таких стримов. Николай, фрутти-нути уже не продается. Придется читать эпоху цариц. Увы. К сожалению. Дмитрий Червов. Был стрим про музыкальную тему. Я рекомендую вам ознакомиться с ним. Он назывался Вагнер или полет Валькирий. Где мы разбирали каждый момент вот этой части тетралогии Нибелунгов. И мы обсуждали его. И еще есть короткий ролик, который находится в аналогичном же плейлисте нашего основного канала. Прошу модераторов кидать ссылку и на него. Потому что это запасной. Вы сейчас смотрите меня на основном. Где я делал вам короткое видео про Марс, родитель войны. Хольста. Рекомендую вам послушать и посмотреть. Это интересная, очень для меня важная тема. И я музыкой тоже интересуюсь. Да. Спасибо большое, что вы пишете, господа. И что вы нас не покидаете. Я буду здесь, пока наш стрим не окупится. Задавайте мне вопросы. Я призываю вас участвовать в наших аукционах. И я буду общаться с вами, пока наш стрим не сможет окупиться. В каком лесу я живу? Это, увы, очень тяжелый сибирский лес, находящийся за Уральским хребтом. Спасибо вам большое за днат. Благодарю вас. Кен Мак. Спасибо большое вам за 50 рублей. Из легкой исторической литературы всем советую по учению шуруп пока. Там есть советы на все времена. Ну что ж, я не читал, но мы можем посоветовать. Спасибо большое. И спасибо вам еще за один донат, который пришел. Благодарю вас. Спасибо, господин Валхаллен за 50 рублей. Партия Все и Лукин. Аукцион. Спасибо большое. Мы добавим. Партия Все и Лукин. Я думаю, что он уже стал частью истории. А поскольку я изучаю ее, недавний наш стрим может рассказать об истории намного больше, чем просто беседа о пустяках. Так что да, это правильно. Вообще любое событие в прошлом, это есть история в широком понимании. И то, что было даже 5 секунд назад, уже является историей. В определенном смысле мы будем говорить об историческом деятеле. Лукин и все. Будет интересно наблюдать за его развитием. Попробуйте сами найти его ресурсы в интернете. Буду рад, если вы найдете. Если вам будет мало нашего гостя, я постараюсь его еще пригласить снова, так сказать. И мы будем обсуждать вопросы уже в более тесном варианте. Спасибо большое. Наш формат, я надеюсь, вам зашел. Я думаю приглашать еще больше людей, не только правых взглядов, но и вообще в принципе любых взглядов, чтобы поддержать уровень дискуссий в странах Восточной Европы. Нам осталось где-то 300 рублей собрать, господа. Я прошу вас донатить, это очень важно. История Франции 2020 года. У нас в европейской части все, что за Уральским хребтом, Сибирь. Но, по крайней мере, у нас еще не Сибирь. Дмитрий Затворский. Вы хотите узнать, что за история с Лениным и запломбированным вагоном? Смотрите наш стрим с Бояршиновым про Ленина и узнаете. Он находится на нашем основном канале. Модераторы, кидайте ссылку на него. И вы пройдете по нему, просто написав Ленин. Он выложен, и в свободном доступе вы можете ознакомиться с ним. Там вы узнаете про пломбированный вагон. Но, если вы хотите узнать сейчас, вы можете узнать и узнать сейчас. Спасибо большое. Николай, вы говорили, что знакомились с программой его партии. Это правда. Что скажете? Партия довольно интересную программу имеет. С вашего позволения я даже зачитаю пару его пунктов, чтобы вам немного создать контент. Или, я бы даже сказал, лучше, чем контент, иллюзию контента. Но, пока я читаю эту программу, я надеюсь... Ну, я тоже остановился на некоторых вещах, я их помечал себе. Вы можете знать мне на любые другие дела. Только не на видео, пожалуйста. Это будет ужасно. Конечно, я ознакомился с программой партии. И я сейчас вам попытаюсь некоторую вещь продекламировать. Вот воззвание партии, а точнее первый пункт, называется «Земля» и «СССР». То есть «Земля» как «Земля-планета». Не «Земля-земля», а «Земля-планета». И в этом пункте я прошу вот этот важный момент, который, как мне показалось, очень важен в партии «Все», зачитать для вас. «Россия умрет, если не уничтожит собственников земли и не восстановит всю страну как единую систему. Систему по координации с заглавной буквы единого, с заглавной буквы общего, с заглавной буквы хозяйства, с заглавной буквы систему, с заглавной буквы обеспечения». Все дальше просто будет с заглавной буквы, я уже не буду повторяться, вы просто знаете, что каждое новое слово начинается у них с заглавной буквы. «Обеспечение общего выживания», потому что в России нельзя жить, и дальше заканчиваются заглавные буквы, начинается просто капс. Просто капс, порядком капсом, целым предложением, которое звучит так. «Собственниками», разделив единый организм жизни и развития, потому что в России не растет нормальная еда, а дрянь, что не растет, не обеспечивает жизнь. Нет средств никаких обмена и нет прибавочного продукта поля, основы денег из-за исторической геоклиматической особенности природного избытка продукта с пахотного и пастбищного клина, который приходится на одного человека. Это есть тот самый абсолютный капитал, это есть цена денег, цена жизни. Вот так. Или, например, еще интересный пассаж. «Биомасса растений образуется в результате биохимической реакции воды и углекислого газа, на которое воздействует заглавной буквы». Конечно же, я забываю говорить все это, но вы понимаете. «Солнечный свет», так называемый фар, фотосинтезическая активная радиация. В Центральной России на 1300 светочасов меньше, чем на Аляске. В России нет света. Света не просто с заглавной буквы, а с заглавной буквы капсом все предложение света. В России нет света. Все вместе приводит к тому, что в России все плохо в общенациональном порядке. Темный свет. Темный свет. Земля вообще парализована. Финансы и государственная система. Не было товарно-денежного обращения. Нет народа. От вас всех несчастные давно и упорно прячут самый поразительный геоклиматический регрессивный комплекс смерти России. И дальше снова просто начинается капс, тотальным капсом. В России нет земельного резерва. Научная основа современных систем земледелия под редакцией академика Каштанова. Почные ресурсы СССР велики, однако 15% ее поверхности находится под льдом, каменистыми россыпями и скалистыми горами. Фактор 2. В России нет света, геоботанического потенциала, безборозного периода в году и днях. Сумма активных температур показывает тот ассортимент культурных растений, которые могут полноценно расти. В данном месте не растет, не растет с все заглавные буквы капсом, не растет. Заканчивается первая часть программы введения Земля и СССР, начинаются под пункты. Но поскольку я понимаю, вам не очень интересно слушать ее, прошу вас. Вы можете заказать у меня все, что вы захотите. Вы можете заказать у меня даже самое страшное. Я готов смотреть видосы под большим-большим страхом. Я не хочу к этому возвращаться, но если наш стрим не окупится, мне придется. Голосуйте в аукционе на Павла. Нету светы, позовите ее обратно. В России есть светов, да, зато есть светов, действительно. Не капс, а диалектика Гегеля. Я и есть машина. Да, правда. Пацаны, это три единства. Представьте, что будет, если объединились силы Роберта Райта, Бориса Морозова и Павла Лукина. Что это за сила будет? Что за мощь? Это будет как красно-коричневая, только круче. Да, действительно. Давайте я почитаю вам что-то еще, потому что я не могу остановиться. Нет, не в смысле не могу остановиться, я хочу остановиться, но нам осталось всего лишь 300 рублей буквально до окупаемости этого стрима. Мне очень противно и мерзко вызывать в вас чувство жалости ко мне и просить донатов. Ну, пожалуйста, дайте донатов. Это очень важно для выживаемости нашего канала. В понимании партии все земля кормит все и земля дает еду, а для меня донаты кормят все и донаты дают еду. Вторая часть называется Forbes 2020. Forbes 2020 про некоторых миллиардеров нашей страны. Лисин, Мордашов, Михельсон, Олегперов, Тамченко, Потанин, Мельниченко, Виксельберг, Абрамович, Прохоров. Здесь составлен список всех и под каждым красным написана цифра какая-то. Я не понимаю, что это за цифра, это не их состояние, но выглядит очень ужасающе. Они заканчивают список и все, список просто написан красным, все предприниматели нашей страны. Мне начинается страшно думать, зачем они написаны красным цветом. И третий пункт, социальное равенство СССР. Самое высокое, все с заглавной буквы и капсом, зарплата в СССР это гонорары людей, людей, творчества, сценаристы, драматурги, металисты, писатели, поэты. История, принципы, равенство, все с заглавной буквы. Предельное жалование наркома, 500 рублей по 100 рублей прибавки на члены семьи. 29 декабря 2017 года, по сравнению НКВД о жилищном моратории. Все имеющие доход меньше 40 рублей в месяц, 400 рублей. И военнослужащие с доходом менее, освобождаются от кварплаты. 17 год, постановление ЦИК утверждается как закон нормы оплаты труда для жен дорожников. Нормы оплаты для жен дорожников. Должности вводных унтер-офицеров упразднить. Взамен упраздненных, спасибо вам большое, добрый человек, благодарю тебя за этот счастливый донат. Спасибо большое. Аноним. Спасибо большое за 50 рублей. Слабо рассказать по памяти однажды в студеную зимнюю пору. Слабо. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Благодарю вас. Огромное спасибо за этот щедрый донат. Нам осталось еще 250. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Дальше. СССР. Зарплата министра. 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 Народное хозяйство. Руководители ИТР. Так, это схема. Это схема. Я понимаю, что меня упрекают в том, что нет схемы. Вся их программа это сплошная схема. Еда. Называется второй пункт программы просто капсом заглавной буквы. Все буквы заглавной буквы. Еда. Еда. Земля равно. Питание равно. Жизнь равно. Санкции равно. Российская Федерация равно. Умрет равно. Народ равно. Российское равно. Федерация умрет равно. Потому что умерла. Равно равно. Царская Россия. Три звездочки. Земля России равно. Не кормило равно, не прокормит народ равно капиталами. Народ России кормил равно, СССР равно, советская власть равно, а теперь вы сдохнете равно 1909, 911, 916, 940. Дальше идет список дат, господа, то есть даже не дат, а идет вниз список годов. 25, 26, 36, 41, 46, 48, 45, 56, 88, 91, 93, 2011 равно, стратегия равно, грязи и лжи равно, всех реставраторов равно, капитализма равно, но эта же тема равно, поможет нам поднять катастрофу равно. Я не могу произнести это слово, оно является немного ругательным, но вы понимаете, Российская Федерация немножечко в другом смысле, ну вы знаете это слово, лучше не произносить его. Росфедерации равно, триумф социализма равно, восстановить социализм равно, как систему равно, упорядоченного равно, счастье, мифология лжи равно, про СССР равно, включает в себя отдельные спецсекторы, лжи равно. И кроме мифов про Сталина, Балина, Малина, кроме мифа про красный террор, Бурор, Мурор, кроме мифа про ГУЛАГ, БУЛАГ, я не могу читать этот рэп, но он затягивает. Кроме мифов про ГУЛАГ, БУЛАГ, МУЛАГ, есть очень грязный миф, МАФ, ФАФ, номер 9, равно. СССР не мог обеспечить народу полноценное питание, равно, эта часть предусматривает предварительное прочтение, равно, часть земля СССР и США, равно, все данные про СССР и Российскую империю, равно, но сейчас сквозной характер общих данных России, равно, во всех системах СМИ РОССР, снова это слово, в сети, равно, интернета на радио, равно, эхо Москвы на телеканале, дождь в каждой буржуазной партии, равно, включая партию имитатора КПРФ, есть штатная группа профессиональных лжецов, равно, лжецы, конечно же, опять же, КАПСам, ну, там вообще, в общем, в смысле, там все практически кричит КАПСам, я пытаюсь просто этот напор и чувство этой программы передать, я в восторге от программы, она действительно, она, 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 она взывает к вашим чувствам, господа, равно, она практически каждый день, равно, она практически каждый день, мы не понимаем, что, но, она практически каждый день, равно, 56-е, равно, 85-е, равно, 87-е, равно, 91-е, равно, выдают по 2, 3, 4 ремейка, равно, кувалда, слоганы, речевки, мечевки, равно, хоть в одном абзаце, хоть в одной гумливой фразе, равно, хоть в одном стебальном слове, подъислове, подковырки, подковырочки, равно, В которой из всех старых антисоветских штампов звучит гнойная стратегическая ложь равно уже для новых, новых снова заглавной буквы поколений, изродившихся рабами Росфедерации. Их тема говорить равно, и про нехватку равно еды равно в СССР, и они все за ложную номер 9 и за массовое равно. И про весь период СССР должны скрыть немыслимо преступный и банальный грабеж народа, его капитала, ограбление, не способно обеспечить народ России, избытком еды равно. Ну вот, мы в общем, в принципе, поговорили про еду. Надеюсь, вам понравилось. Я старался. Вы хотите, чтобы я дальше продолжил мучиться и издеваться над этим текстом, и хотите, чтобы я больше унижался перед вами? Я буду, потому что у нас не окупился стрим, что с этого взять? Что я могу еще вам дать? Интеллектуальный контент? Все этого ждут. Да, вы именно правы. Спасибо большое. Пастернак... Пастернак равно. Ну, почти что... Да, вы поняли. Короче говоря, вы поняли основной посыл, основную мораль, основной смысл. Господа, я прошу вас задавать вопросы, потому что без вопросов я не уйду. Нам нужно окупить наш стрим. Я буду готов выполнять все ваши заказы, которые вы только кинете меня и кинете в меня, потому что я отчаянный человек. Задавайте их, я буду рад ответить на все. Будет ли завтра стрим? Завтра, как и обычно, стрим должен состояться. Я, правда, не знаю о чем. Я думаю, что у нас будет несколько пример, и на них я попрошу с вас поддержать наш канал. Благодарю вас. Благодарю тебя, счастливый. Спасибо тебе большое, добрый человек. Наш канал рублем, как и обычно. Спасибо вам большое, блудкорсар. Вы спасли этот стрим. Благодарю вас за поддержку и за то, что вы оплатили комиссию. Николай, спасибо за творчество. А вы не поете караоке? Могли бы петь веселый остров Незнайки на Луне? Нет, я не пою караоке. У меня ужасный голос. Нет, нет, я совершенно не готов даже петь. Я уже вам спел настоящий рэп. Вам этого мало? Равно. Вам этого мало? Равно. Мало равно. Вам этого равно. Не заставляйте меня возвращаться к этому. Я не выдержу это. Но я скажу, что текст мощный и идея мощная. А когда идея мощная и текст мощный, я думаю, что у них все получится. Поверьте, они еще пройдут во власть. У них будет большое будущее. Я верю, знаете, в нашу молодежь. Я думаю, что у нее все получится. На этой счастливой ноте я хотел бы с вами распрощаться. Если у вас, конечно же, нет вопросов, а вопросы я обязательно отвечу, как и обещал. Равно. Спасибо большое. Да, благодарю вас. Я могу скинуть сотку, если завтра не будет стрима с кем-нибудь. Скорее всего, у нас не будет стрим. Я буду записывать видео с Бояршиновым. У нас будет тема Александра Македонского. Я уже нарисовал для него красивую обложку. Надеюсь, вы оцените. Она скоро появится для наших донатеров, кстати, для наших патронов. Мы разблокируем возможности смотреть наши стримы с Бояршином сразу, как только они выходят. Завтра я буду публиковать. И завтра, не пропустите, у нас будет две премьеры, как и сегодня на нашем основном канале. Это премьеры про Людовика XIV и про Наполеона. Мне нравятся эти два человека. Они будут подряд у нас смотреться на этом канале. На канале, который скинут модераторы. Это не совсем тот канал, где будут премьеры. Так что, благодарю вас. Большое вам спасибо за донат. Я отвечу. Спасибо вам большое. Так что, присоединяйтесь. Завтра будет очень здорово. Спасибо вам, Кракен, за то, что смотрели нас. И вам тоже. Доброго вечера. Спасибо большое, мистер Абрик, за 50 рублей. Николай, как относитесь к популяризации историй с помощью рэпа? Вот ВВС этим раньше занимались. Вот поставьте, пожалуйста. Ничего не поставлю. Даже не просите. Я научен тяжким опытом. Ничего. Пожалуйста. Даже не присылайте мне близкого к этому Ютубу. Никогда. 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 Знаете, когда я попрошу это делать? И я уже один раз попросил за этот стрим. Одергивайте меня и напоминайте. А помнишь ли ты про блокировку прямых трансляций за аниме? А помнишь ли ты? Знаете, Дарий Первый после поражения в Греции приказал своим слугам забывать оставлять на его сервировочном столе соль, либо вилку, либо ложку, что-то из бытового. И когда он спрашивал, потягиваясь к вилке или к ложке своих слуг, почему вы забыли про вилку? А они должны были отвечать ему, а ты, Дарий, забыл про Грецию. Вот так он велел отвечать. Так что вот так же меня одергивайте в отношении всех просмотров. Никаких видео на Ютубе не будем смотреть никогда. Но мы будем создавать собственный контент. Спасибо большое. Мистер Абрик, извиняюсь, но видео мы не посмотрим. Дмитрий, спасибо большое вам за 500 рублей. Благодарю вас. Есть ли ощутимая связь музыки с политикой и важными историческими событиями? Можно ли создать такую тему? Я думаю, что можно. Я думаю, что мы можем снять даже не стрим, а я могу снять видео на эту тему. Потому что, знаете, у меня крутится в голове это. Вы знаете, что последней музыкой, которую слышал Сталин в своей жизни, было «Лебединое озеро». Вот та партия черного лебедя, которая звучала чуть позже в нашей стране. Знаете, история любит шутить. И последний визит Сталина в Большой театр состоялся как раз в премьеру этого «Лебединого озера». Он уезжал в свою дачу, и он в последний раз слушал его. И как тут не сказать, это было совпадение. Его империя тоже умирала под это же «Лебединое озеро», как и он слушал его. И я думаю, что об этом я хотел бы сделать трейлер к нашему стриму. Он еще не анонсирован, не анонсирован. Но для вас приватно сообщу про август 91-го. Про вот эти дни августа. Когда, казалось бы, все можно было раздавить. Благодарю вас за... Спасибо вам большое за над. Где можно было ГКЧП отдать только один приказ. Группе «Альфа» выдвигаться на штурм Белого дома. Где можно было все закончить одним ударом. При всех обстоятельствах они проиграли. И вместо того, чтобы говорить на страну, объяснять, зачем это все надо, они включат... Тут не может судьба не постараться. Как мне кажется, это шутка истории. Они не могут не повторить ее. Они включат над всей страной вот эту запись. Запись «Лебединого озера». И вместо того, чтобы... Это уже давно для людей, которые знакомы с эпохой пышных похорон. Во время церемоний стояло это траурное «Лебединое озеро». Партитура Чайковского. Но для обычных людей это было символом смены династии. Династ умирал, Андропов. Начинается Черненко. Но в этот момент, чем он интересен, играла весь день. Это как барометр политики в советской стране. Говорили, ну если играет час, ну это значит, кого-то хоронят там наверху. А если играет день, ну значит, что-то там наверху сдохло уже конкретно. Да, это было правда. Они в единственном репортаже... Я очень хотел раздобыть эту хронику. Журналистка из Москвы спрашивает Язова, Янаева, которого дрожат руки. У него на конференции дрожат руки. И этот микрофон у него из рук почти вываливается. Он сам разваливается в этом кресле. Она спрашивает его, что будет, когда ГКЧП победит. Что вы будете делать, когда мятежники из Белого дома будут задержаны. Ну или ликвидированы. Об этом даже говорили. И знаете, он не ответил никак. Он не мог даже сказать ответа. Я думаю, что, знаете, это будет сюрпризом. Но я чуть-чуть приоткрою его завесу тайны. Когда в августе состоялся ожидаемый штурм Белого дома, группа Альфа просила Янаева и Коричкова подписать. Подписать приказ о штурме. Потому что без приказа они не будут штурмовать. Они помнили Вильнюс начало 91-го года, когда у них не было приказа. И их выносили оттуда. Они не хотели повторять его. И знаете, точно так же в октябре 93-го года, это будет тоже улыбка судьбы, Лебедев встанет перед Борисом, нашим новым Николаевичем, который охранял этот дом. Тогда и должен был штурмовать его теперь. И тоже скажет, Таманская дивизия требует от вас, Борис Николаевич Ельцин, письменного приказа о начале операции. Знаете, там в 91-м была замкнутая страна, закрытая. Их могли расстрелять из танков, не в чего делать. Один шнур международной связи, кабель, был только протянут в Хельсинки. Никто бы даже не увидел, если бы их всех расстреляли прямо в этом доме. Об этом вспоминал, например, Венедиктов, находившийся там. Да, вот тот самый. Он был в Белом доме тогда. Алексей Венедиктов, главный редактор нынешней эхо Москвы. А там, в 93-м, тоже такой же вопрос поднял генерал Лебедев. Он сказал, мы без приказа, Борис Николаевич, ничего делать не будем. И вот Янаев и Крючков, у них руки протряслись, когда группа Альфа потребовала приказ. От кого приказ вы хотите? Они не решились никакого приказа отправлять. И группа Альфа осталась. Это был конец. Это был конец всей советской власти. Но точно так же, понимаете, два года спустя, такой же вопрос зададут Борису Николаевичу. Догадайтесь, какой вам ответ он даст? Это интересно. Попробуйте догадаться. Попробуйте подумать, какой ответ он мог дать. Напишите в чат, а я попытаюсь ответить. Стрим. Можете позвать Веронику Степанову на стрим? Я не знаю, но я постараюсь. Вероника Степанова это училка или нет? Просто объясните, как она зовется в интернете. И киньте мне ссылку на нее, потому что я напишу ее в любом случае. Седьмая симфония Чайковского или восьмая. Ну, в общем, да. Вы читали на Амахе? Нет, я на Амахе не читал. Догадайтесь, что сказал Борис Николаевич. Борис Николаевич сказал, что происходит. Нет, нет. Я добавлю мистер Абрик на Муссолини. Спасибо большое. Сейчас прочитаю ваш донат. Спасибо большое. 50 рублей на Муссолини добавим. Спасибо большое вам. Напоминайте мне, я иногда действительно увлекаюсь. 650 рублей. Муссолини скоро будет опережать историю русского национализма. Увы, но это печальная реальность. Спасибо вам большое. Carewoman 50 рублей. А может, Павел футурист нашего времени плюс 50 на железной дороге. Я уверен, что Павел интересный человек. Несмотря ни на что, он интересный. Спасибо вам большое. Железной дороги. 50 рублей. Смотрите, раньше железные дороги были на самом низу, а теперь они поднялись аж на десятую позицию. Спасибо вам большое, господа. Спасибо вам большое. Давайте все-таки я завершу этот момент. Ну, это интересный момент. По поводу Бориса Николаевича. Попробуйте догадаться, что он сказал Лебедю, когда он предложил такой же приказ Таманской дивизии. Без приказа, Борис Николаевич, мы никуда не пойдем. Никуда-никуда. Мы ничего не будем делать. Мы просто развесим лапки, скажем, что главный виновник всей хунты вы и расхлебываете. Верховный Совет уже готов вторгнуться к нам, захватить Останкина. Делайте, как хотите. Ситуация повторилась ровно так же. Только в отличие от Язова и Крючкова, Янаева, там были не Янаев, Язов и Крючков, а Борис Николаевич Ельцин. Попробуйте, кажется, что он сказал в ответ. Борис Николаевич спросил. Ну, как там с деньгами? Ну, как там? Нет, он не спрашивал про деньги. А эстетик меланхолия? Приказ дайте. Да, именно так. Их просили именно так. Приказ дать. Сказал, несите водку. Нет, он не говорил это. Крвумен. Если мать узнает, сколько я всадила денег на стрим, она мне шею открутит. Не жалейте тратиться на что-то очень важное в вашей жизни, если вы считаете, что это важно. Пусть это может быть для вас, для других не важно, но если вам кажется, что это действительно стоит того, оно стоит того в любом случае. Некоторые тратят гигантские деньги, подумайте, на какую-нибудь безделушку, которая вам не пригодится в жизни. А знания, они пригодятся всегда. И вы их можете носить в любое время. Они не требуют какого-то особого ухода. За ними нельзя, за ними нельзя поспевать. И главное, ухаживать за ними очень просто. Знания, это очень быстро растущий организм. Не жалейте. Не жалейте ни о чем, что вы сделали. Спасибо большое. В общем, господа, вы догадываетесь, что сказал Борис Николаевич. Борис Николаевич сказал, тебе чего? И дальше стояло многоточие русского девятиэтажного мата. Приказ, снова многоточие мата. Там дальше русское доброе слово, блять. И приказ нужен. И потом, после этого, когда Борис Николаевич закончил эту тираду, генерал Лебедь отошел и сказал, вы волнуетесь, мы все на нервах. Я, извиняюсь, спылил, простите, извиняюсь. Но мы все на нервах сегодня, да. Понимаете? Дело даже не в том, объективные обстоятельства есть или нет. Есть эта политическая воля. И когда генерал Лебедь говорит, он был готов минуту назад сдать вас всех. Но в эту минуту произошло нечто очень важное. Один человек показал, что мы готовы ломать этот дом до последнего винтика, раскурочивать его до последнего шурупа и воевать до победы. Вот когда такой человек появляется, поверьте, там уже никто не будет разбираться. А когда это Лебединое озеро над стороной Висла, представьте только, если бы там был не Янаев и Крючков, а Владимир Ильич Ленин. Там бы Белого дома тоже не было бы. Все бы там забетонировались под этим Белым домом. Никого бы там не спасли. Так что да, говоря о том, что большая роль личности в истории, она не преувеличена. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами. Прошу модераторов кидать ссылку на Днаты и на Дискорд-чат, в котором я вас приглашаю. Вы можете задавать мне вопросы и там. И, конечно же, в прямой эфире. Не забудьте подписаться на наш форум Хист Макс. Я напоминаю это делать. Модераторы киньте, пожалуйста, ссылку и добавьте ее в наш чат, потому что там вы можете, поучаствовав всего-то в нескольких опросах, бесплатно поехать в Петербург и бесплатно покушать, и бесплатно послушать историков, которые платят вам деньги, понимаете? Они платят вам деньги, чтобы вы послушали их предложение заманчивое. Причем вас устроят там бесплатно отвезут туда, бесплатно покормят, бесплатно свозят, вы бесплатно послушаете, вы сделаете умное лицо. И, понимаете, это стопроцентная выгода. Мы платим историки вам только для того, чтобы вы нас послушали. Надо соглашаться, надо соглашаться. Благодарю вас всех за то, что вы были здесь. Спасибо большое за то, что вы здесь и за то, что вы всегда приходите к нам. Благодарю вас за такой хороший онлайн и благодарю вас, великолепный маэстро. Спасибо большое. Доброго вам вечера, господа. Надеюсь, на наши скорые встречи.